Я очень рассчитываю, что вы будете воспринимать сегодняшнее мероприятие с легкостью и получать удовольствие. Это самое главное, что мы хотим, чтобы вы получили, при этом узнав много нового и интересного. Потому что мы действительно старались, подбирая спикеров, таких, которые вам будут полезны, вам будут интересны, которые нам самим интересны. То есть это не конференция, которую мы делаем ради денег, это конференция, которую мы делаем ради знаний в первую очередь. И на самом деле это наша миссия Киберфонда. Для нас очень важно, чтобы эта экосистема, блокчейн-экосистема, она развивалась в многих направлениях. И мы считаем, что чем больше девелоперов будет погружено в эту тематику, тем больше интересных проектов мы будем иметь, тем более интересно нам самим будет работать. Потому что мы работаем с разными проектами, и нам всегда интересно, когда появляются новые проекты, в которых мы можем как-то помочь и, соответственно, помочь им выйти на глобальную какую-то международную площадку. Итак, спасибо вам еще раз всем огромное. Я действительно надеюсь, что вы получите удовольствие от сегодняшнего мероприятия. Спасибо. Спасибо, Марина. Ребят, я, наверное, сразу буду говорить, что я буду объявлять спикеров и на русском, и на английском. Поэтому просьба немножко к повторам относиться внимательно. Первый спикер у нас Денис Солдатов. DevOps компании Policy Technologies. И тема его – это создание CICD-инфраструктуры для опенсорсных проектов. Денис, можно тебя, пожалуйста, на сцену? Давайте похлопаем, пожалуйста, Денису. Доброе утро. Ну, меня уже представили. Большое спасибо Марине, что пригласила меня на это мероприятие. Она затронула тему, что у нас в последнее время создается очень много проектов, особенно проектов на блокчейн. И каждая команда сталкивается с такой задачей, как разработка и доставка готового кода. То есть, если это не фейк-проект, которых мы знаем, что в последнее время много, то команда должна действительно работать. Так. И? Да. Отлично. Отлично. Угу. Итак, мы изначально, когда меня пригласили в компанию Parent Technologies, меня пригласили не только как в свое время человека, который начал манить эфир в среде Олимпик, помогал развитию этому проекту на общественных началах, но в том числе, как и DevOps. Кто такой DevOps? Это человек, который стоит в том режиме в команде, который обеспечивает связь между разработчиками, которые просто пишут код, и конечными пользователями, которые получают этот код, готовый продукт, используют его, тестируют, и есть какая-то обратная связь. В общем, если можно сказать просто, ну, DevOps – это сисадмин, ну, 80-го уровня, скажем так. Итак, что нам требовалось? Изначально нам требовалось создать структуру для сборки нашего кошелька. Ну, кто знает, что такое Parity Technologies – это изначально кошелек для экосистемы эфириум. И нам, как команде распределенной, у нас люди, часть находится распределенного по Европе, часть находится, допустим, в Сибири, кто-то работает в Канаде, кто-то работает в Америке. У нас сам код размещен на GitHub. Естественно, это open-source проект, который доступен всем. В принципе, любой из вас может подключиться к разработке, внести какие-то изменения. Но каждое изменение требует того, чтобы собрался новый бинарник, и этот бинарник надо протестировать перед тем, как его выкладывать в сеть. Именно эту цель и ставит перед собой CICD, Continuous Integrations и Continuous Delivery, чтобы наши программисты не заморачивались тем, что, допустим, я собрал у себя на ноутбуке, я собрал у себя на ноутбуке, куда это выложить. У них это получается легко и просто. Они сделали изменение в код, и в итоге на определенной странице получаем готовый бинарник через некоторое время после тестирования. Второе, что нам требовалось, это кроссплатформенность. Изначально наша цель была задана такая, что наш кошелек должен запускаться практически на любой платформе. Мы поставили перед собой задачу и начали собирать наш код на языке RAST. Особенности языка RAST – это изначально поддержка кроссплатформенности, поддержка многозадачности. И как следует из этого, это высокие скорости работы как самого кошелька, так и самой сборки. Это заложено в коде. Язык RAST предполагает, точнее команда языка RAST предполагает выпуск очередного обновления своего кода каждые 6 недель. И соответственно в версиях stable, beta и nightly. Мы придерживаемся такого же сценария выпуска наших релизов, когда обновляется язык RAST. После этого мы перекомпилируем наш код и выпускаем также версию stable, beta, nightly. А nightly выпускается каждый день. Beta вместе со stable, с обновлением самого кода. И изначально мы использовали обычную связку, которая всем знакома, это GitHub и Travis CI. Но дело в том, что со временем, когда мы начали работать с нашим кодом, он наполнялся, наполнялся большей функциональностью, мы столкнулись с первой проблемой. Travis CI в бесплатном варианте предлагает для вас сборку любого open-source проекта, но одно ограничение. Это 90 минут. Если сборка не уложилась, то мы получаем тайм-аут сборки и полтора ядра на сборку. В общем-то, это такие очень серьезные ограничения. И следующее ограничение – это сборка под Windows. Нам тогда пришлось бы подключать AppValor. Мы пробовали, работали с ним. Но там тоже такие же ограничения. И мы столкнулись с тем, что мы не укладывались в тот временной период, который предоставляется для бесплатных проектов. И самое главное, когда мы начали работать с нашим юридическим отделом, если мы поставляем наш код под лицензией GPO-V3, но собирать мы этот код должны на лицензионном программном обеспечении Windows. Мы используем для сборки Visual Studio. И если это касается у нас системы macOS, то помимо того, что мы используем лицензионный Mac, Xcode, мы должны собирать код именно на железе от Mac, чтобы его потом поставлять кому-то в дальнейшем. Такие вот лицензионные ограничения. И Travis CI нам здесь уже, как говорится, не помощник. Поэтому мы начали разрабатывать, точнее изучать, какие возможности предоставляют системы интеграции с разных приложений. И наша задача была какая? Во-первых, это быстрая сборка, чтобы программист, который внес изменения, не сидел, не ждал полдня, посмотреть, действительно ли все собралось, действительно ли этот код работает. И делать следующее изменение, либо сделать откат. Итак, про лицензии. Linux. Мы все знаем, что это практически всегда open source. Здесь особых проблем нет. Windows – это лицензия на саму систему, в которую мы собираем код. и Visual Studio – регистрация open source проекта. Mac OS – это лицензия на операционку, лицензия на железо. Ну и, соответственно, вы должны быть зарегистрированы как разработчик X-код. Итак, мы пробовали в итоге. Travis CI Enterprise. Замечательно. Все работает, все настраивается, но нет Windows. Ну и, как минимум, мы платим за лицензию Travis CI. Это большие расходы за каждого разработчика. То есть, получается, что в год мы должны только за лицензию заплатить несколько тысяч долларов. Про AVR я уже сказал. Это Windows отдельно. Там тоже, если платно, то дорого. Пробовали Jenkins. Там, в принципе, все настраиваемо, но FromSketch надо писать очень много своих скриптов. Drone CI интересно, но нет полностью поддержки нашего языка Rust. Если для вас, для вашего проекта, который не используют такие специфики, как у нас, в принципе, очень удобное решение. И мы в итоге переключились на GitLab CI. Вот такая вот замечательная система для сборки. Точнее, она включает в себя сборку проектов, но изначально это, в принципе, клон GitHub. GitHub замечательно. Все функции, практически, которые есть в GitHub, дублируются в GitLab. В принципе, можно сказать, что это два проекта конкурента. Но GitLab берет тем, что он включает в себя сразу систему интеграции проектов и доставки конечного продукта. Итак, что мы используем? Конечно, мы используем язык Rust. Далее, Node.js. Без нее никак, потому что это наш фронтенд. Изначально весь код, все изменения в коде у нас размещаются на GitHub. Далее, нам пришлось написать небольшие скрипты, которые у нас синхронизируют GitLab вместе с GitHub, так как это проекты конкуренты, общего решения нет. Есть GitLab Enterprise, который, допустим, ежечасно смотрит за изменениями на GitHub и после этого только размещает как говорится, GitPush, GitPool и все остальное. И после этого мы запускаем сборку нашего проекта. Скрипты эти доступны доступны у нас в нашем проекте отдельном репозитории, всегда их можно посмотреть, вставить свой проект. Итак, в принципе, вот у нас работа раннеров. Мы можем запустить сколько нам угодно машин для сборки нашего проекта. Если мы собираем ночную, допустим, сборку, либо релиз, тогда очень большая нагрузка на сервера и чем больше у нас в это время запущено раннеров, тем быстрее мы получим эту сборку. То есть, теоретически, если на все процессы тестирования пуш-релиз и сборка бинарников, если у нас достаточно раннеров, в принципе, через час после тестирования и сборки мы получаем готовый продукт. Какая у нас в итоге получается цена всего этого. Мы в данный момент, конечно, мы собрали достаточно денег, чтобы собирать новый проект Polkadot, но часть этих денег у нас лежит на сберегательном счету. Мы не можем пока распоряжаться ими, но у нас достаточно средств для того, чтобы работать теперь для сборки с Polkadot. Мы также выпускаем клиент для Bitcoin сети, но у нас ничего не поменялось. То есть, теоретически, наша компания расширила свои возможности по сборке программного обеспечения, но затраты у нас не поменялись. мы арендуем выделенные серверы на Heatsner. Это примерно 60 баксов за один сервер. На нем запускается 3-4 виртуальные машины, на каждую размещен раннер. EtherCraft предполагает сборку автоматически сразу задействуя все ядра, всю память, то есть максимально быстро. С Linux проблем как бы особых нет. Все собирается в Docker контейнерах и задачу в принципе поставлено нам только написать нужный Docker, в нем идет сборка. С Windows и Mac у нас идет сборка только в Shell режиме. То есть фактически как бы сели за командную строку, вы запускаете сборку кода, за вас это делает раннер. Для этого нам потребовалось найти недорогие решения, которые предоставляют лицензионную Windows, лицензионный Mac, к которому можно подключиться в режиме RDP, VNC, запустить на них раннер, это только один раз, и дальше мы забываем про эти машины, мы только платим ежемесячно примерно по 100 баксов за одну машину. Этого в принципе достаточно. итак, какие у нас получаются перспективы. Мы тратим в среднем 500 баксов на всю нашу инфраструктуру, при всем при этом у нас расширились возможности по сборке для нескольких проектов, мы можем развивать еще дополнительные проекты, то есть сейчас на данный момент мы пробуем задействовать решение инфраструктуру от Microsoft Azure, потому что там есть интересное решение как Kubernetes, GitLab CI поддерживает это решение, когда надо подключать дополнительные машины для сборки, заплатить за выделенное время и после этого отключиться. То есть здесь все зависит от вашей фантазии, от фантазии вашей команды. Вы можете работать сразу над несколькими проектами, но система доставки готовых бинарников у вас будет автоматически работать и ваши затраты не будут расти в том же режиме, как у вас растут ваши задачи. То есть все зависит от вашей фантазии, от вашего желания. Итак, что мы в итоге получили? Мы получили полный контроль над процессом сборки. Мы получили достаточно дешевую систему для сборки нашего контента. Кроссплатформенность у нас заложена. Мы просто решали вопрос с тем, чтобы это все было лицензионно чисто. Ну и в принципе для человека, который контролирует всю эту систему сборки, все это в одном окне. Мы можем легко решить задачи, когда что остановить, где появился, как говорится, косяк, кто виноват в этом косяке, кому тут же написать, чтобы поправил код. И в режиме онлайн решается достаточно быстро, и это очень удобно. В общем-то все на этом. Ну, я, конечно, предлагаю присоединиться к нашей команде, если вам это интересно, если вы разработчик, мы всегда рады видеть новых людей в нашей команде нам требуются не только разработчики на раз, также и JavaScript, Frontend, Backend и прочее, прочее. Всегда ждем на нашем GitHub, он всегда открыт, всегда можете поискать ошибки в нашем коде, чтобы в будущем наш мультикошелек не превратился прям в идеальную фичу. так что спасибо за внимание. Спасибо тебе, Денис, спасибо огромное. Ну, я думаю, что первым быть, наверное, было самое сложное, но зато потихоньку все просыпаются, приходят к себе. И следующий спикер с темой для чего работам использовать блокчейн, это будет Сергей Ланшаков, визионер-архитект проекта AirLab. The next спикер is Сергей Ланшаков, the visionary leader and architect of AirLab with the topic why should robots use blockchains. Once again, he will speak in Russian, so if you need a translation, please go to the register and take earphones. Добрый день, еще раз повторюсь, меня зовут Сергей Ланшаков, у нас на дворе декабрь и в принципе в это время мы более открыты к каким-то фантазиям, к размышлениям, к чему-то более сказочному, и так как в данном на данном мероприятии мы видим в самом даже названии некоторое присутствие сказки, я хочу с вами сегодня поделиться наиболее философскими заметками, которые мне довелось выделить из множества встреч, которые у меня прошли этой осенью с представителями индустрии по миру в области робототехники, с учеными, исследователями, кто занимается последствиями тотальной роботизации и теми моментами, которые возникали в ходе разговоров с людьми в виде побочных вещей, то есть того, к чему чаще всего приходили разговоры с людьми, которые уже множество лет наблюдают за тем, как человечество стоит, идет на пути к некоторому формату переноса добавочной стоимости к продукции на труд роботизированных устройств. Первую часть я хочу сделать наиболее обобщенной и поделиться несколькими самыми, наверное, особыми выводами, ну или наиболее частыми, которые мне довелось слышать в переговорах. Ну, первое, он даже немного больше не из области роботизации, больше из области экологии, но ни для кого не секрет, что сегодня роботизация является одним из способов борьбы за прозрачность цепочек обеспечения, а в процессе построения глобальных цепочек обеспечения конечной продукцией одна из основных вещей, которыми интересуются крупные компании заключается в оценке негативных экстернальных производства продукции, то есть того, насколько человек вредит природе во время производства товара, потому что на сегодняшний день мы не знаем, сколько вреда мы наносим природе при производстве практически любого товара. Любая крупная международная компания сегодня заинтересована в том, чтобы повысить прозрачности этих цепочек. Но когда система находится в состоянии человек-человек, как мы видим, системы внедрения стандартизации, сертификации, аудита не справляются, когда у нас в цепочке есть множество участников из различных стран, их очень сложно аудировать и контролировать данные процессы. Первый интересный вывод, я встретил, когда обсуждали мы вопрос того, что человек, являясь субъектом хозяйства, в ответ с экологами мне приводили пример. А вообще, ребята, посмотрите, попробуйте с другой стороны на эту систему. О том, что человек, в принципе, это просто способ миграции вещества на нашей планете. Разговоры про то, куда идет роботизация и то, что все-таки будет ли искусственный интеллект или не будет искусственный интеллект, все время заканчивается одним простым выводом, который, наверное, лучше всего отражается у Пелевина, в Чапаев, и пустота. Все-таки мы во вселенной или вселенная у нас в голове. И это самая, наверное, тяжелая вещь. И разговоры практически все про искусственный интеллект в конечном итоге вокруг роботизации приходят к тому, что мы по сей день не понимаем того, насколько человек есть осознанное существо. Посмотрите на вот эту динамическую карту. Это тоже еще одно из представлений нашей вселенной, карты перемещения, светового перемещения во вселенной. И когда я разговариваю с людьми, кто далек от блокчейн-технологий, от криптовалютных технологий, я люблю приводить пример фундаментальных закономерностей того, как перемещается свет во вселенной, с тем, как на сегодняшний день, пока мы с вами здесь находимся, работают пиринговые сети. По сути, информационный обмен в пиринговых сетях практически выглядит идентично тому, как мы видим и строим сегодня световую карту вселенной. И последний из интересных для вводной части выводов, которые я заметил в одной из наиболее понравившихся мне статей, посвященных последствиям социальной тотальной роботизации, она побочная. Это то, как наблюдается закономерность политической поляризации на фоне тотальной роботизации в Соединенных Штатах Америки в Конгрессе США, тому, как происходит деление клетки. в живом существе. К чему я это все? К тому, что, когда мы с вами рассматриваем вопросы фундаментальные для сложных систем, мы должны понимать, что этот вопрос разными людьми в мире может рассматриваться абсолютно с разных сторон. Один и тот же предмет разговора в общении с различными участвующими в какой-то хозяйственной деятельности людьми, он рассматривается иногда с той плоскости, с которой вы даже не ожидали. И к этому нужно быть готовым. И самое главное, искать всегда такие аналогии закономерности, и дальше я объясню, к чему они могут быть полезны. Посмотрите на этот график. этот график очень на сегодняшний день тоже является некоторым обобщением того, что мы видим в принципе не только по индустрии добычи нефти и газа. Это график, в котором на зеленом мы видим количество буровых вышек в Соединенных Штатах Америки, а красным цветом выделено количество людей, занятых на этих буровых вышках. Мы видим общий тренд снижения в Соединенных это график в Соединенных Штатах Америки, что был общий совместный с корреляцией процесс снижения количества буровых вышек и количество людей, занятых в этой области к 2016 году. Но потом происходит перелом и количество их начинает существенно и быстро расти, но количество людей, занятых в этой области не растет. И по моим исследованиям, по тому, с теми данными, которые со мной делятся, то, что я вижу на сайтах министерств по занятости в различных странах мира, во всех абсолютно индустриях на сегодняшний день наблюдается схожее и даже можно сказать до более аналогичной ситуации, что мы сейчас противопеваем рост практически во всех областях хозяйства человека эффективности количество производства, но при этом уровень безработицы не сильно, но продолжает еще увеличиваться. И если говорить про статистику, в одной из работ из MIT хорошую подсчет привели, что каждый новый робот заменяет примерно 5 рабочих мест. И все это сопровождается еще таким интересным фактом, что появление на рынке компаний, в которых занято автоматизированное устройство, приводит к снижению уровня доходов других людей, которые заняты не на этом производстве, но работают в этом же сегменте в каком-то небольшом количестве. То есть другими словами, приход роботизированных устройств на рынке приводит к тому, что условия труда на этих рынках ухудшаются. Ну, отсюда на все это накладывается то, что люди боятся машин. Это было еще до тех пор, пока вот это все не начало выглядеть вживую. До тех пор, когда на одной китайской линии начали закрываться участки и после нескольких недель вместо того, чтобы там видеть других братьев-китайцев, которые увидели уже роботизированных бокстеров, которые выполняют те же самые функции и люди начинают понимать, что скоро их заменят на этот процесс. До даже фактического понимания того, что это может произойти своими глазами, люди уже боялись машин. Ну и после таких слов не лучше ли все-таки не помогать тотальной роботизацией, а наоборот быть одним из тех, кто будет причастен ко второму восстанию лудитов и наоборот разобьет эти новые машины и сделают нашу все-таки жизнь со справедливым человеческим трудом. Ну нет. И ответ на это кроется в том, что мы видим в самом сердце роботизации. Пару месяцев назад я был в Аутсбурге в штаб-квартире одной из крупнейших компаний по производству промышленных роботов, компании Кука, и мне проводили экскурсию по производству. И самое интересное, что все производство идущих на продажу промышленных роботов начинается... Там нельзя снимать, поэтому я не смог сделать фотографии и вам их показать. я постараюсь описать. Это начинается с того, что один гигантский робот Кука Титан весом 5 тонн и высотой 10 метров запертый в огромную клетку по краям, которые расположены более меньшего размера, роботы вместе собирают основу для других роботов, и уже из этой клетки основа промышленного робота, самая тяжелая однотонного весом основа, выходит уже на работу, в которой участвует дальше человек. В разговоре с представителями Куки этот процесс, то, что роботов загоняют в клетки, выглядит довольно-таки опасно, потому что он как раз-таки аналогичен с тем, как развивалось хозяйство человека при рабоводельческом строе. То есть то, что сегодня мы больше настроены бояться машин, чем нежели искать аналогии в их труде, как запертых в клетке участвующих субъектов экономики, тех, кто участвует в хозяйстве людей, приводит к простому процессу, что мы получаем некоторые новые формы рабовладельческого общества, в котором возникает острая поляризация в обществе. Как мы помним, в рабовладельческом строе было всего лишь три класса рабы, и те, кто им давали кнутом по спине, и те, кто из этого получали бенефиций. И ситуация в том, что мы видим аналогичный процесс, но что отменило рабовладельческий строй? Отменило его то, что рабство неэффективно при производстве более сложных ценностей. Очень легко построить пирамиду хеопса, когда у вас много разных блоков, но очень сложно построить эфелеву башню, в которой строительство сталилитейные предприятия, горнодобывающие предприятия, сложная логистика. Соответственно, мы понимаем, что обществу очень важно показывать закономерности неэффективности внедрения рабовладельческого строя, в котором уже не человек, но робот является рабом в процессе, потому что это влияет и на других людей. То, что сейчас говорю, это футуристично, это то, что сегодня в принципе мы напрямую, вот прямо сейчас в эту секунду не видим, но вспоминайте пример Герона Александриска. Это человек, который еще за 2000 лет, примерно, ну там, за 1500 лет до появления паровых машин уже проводил эксперименты над ними и знания остались. И очень важно сегодня как можно больше изучать возможности, в которых человек и машина будут находиться не в робовладельческом строе, а в некотором более современном обществе, в котором мы с вами живем. И самое главное, что блокчейн-технология нам в этом всем уже сегодня может помочь. Биткоин это не только peer-to-peer electronic cash system, это не только финансовый институт, который позволяет нам сменить посредника на другой тип. Это ведь первые деньги, которыми по-настоящему могут пользоваться роботы. До 2009 года вы не могли открыть счет своему роботу. Сегодня вам не нужно спрашивать никого, чтобы робот мог начать пользоваться деньгами. У нас уже есть контракты, которыми могут пользоваться роботы, а значит, мы можем напрямую интегрировать в современное общество, роботизированные устройства. И мы этим занимаемся последние три года. И для нас интересны выводы, с которым приходит множество людей с разных областей, что доля трудовых доходов будет стремиться к нулю, а доля доходов на размещенный капитал будет стремиться к 100% в этом процессе. Если мы наложим эти две вещи, то получается, что управлять миром машин, по сути, в итоге, мы будем с помощью капитала. Я вам хочу сейчас показать, попрошу включить видео, это то, что пока мы проводим встречи по миру, мы параллельно делаем в лаборатории. Это первый промышленный стенд, в котором, в основе которого мы сейчас начнем строить игру, в которую приглашаю вас всех поучаствовать, как первых людей, которые может быть не завтра, но через лет 10-15, на схожих, мы надеемся, технологиях будут управлять полностью автоматизированными предприятиями. Включите, пожалуйста. Мы научили стандарты промышленности в виде сименсовских контроллеров, которые стоят на большинстве предприятий, понимать, что такое блокчейн, что такое криптовалюты, что такое умные контракты и создали игру, чтобы вы могли зайти, получить тестовый капитал и поуправлять нашим демонстрационным стендом, который с помощью настоящих промышленных стандартов позволит на размещение вами капитала на определенных рынках реконфигурировать полностью автоматизированные предприятия и вы увидите, как могут срабатывать полностью автоматизированные цепочки обеспечения. Что из интересного здесь я вам могу сказать, мы потратили 800 метров проводов, 2500 деталей, которые участвовали в этой сборке, порядка нескольких тысяч человек и часов, инженеров, которые участвовали в этом процессе, и с сегодняшнего дня этот процесс начинает быть доступен для того, чтобы вы сами могли поучаствовать и поиграть и посмотреть, как будущее, в котором не человек водеет роботом как рабом, а вместе с ним ведет хозяйство, может работать в наше благо, может быть отзывчивым на то, как инвесторы изменяют свои тренды капитала. Чтобы поучаствовать в этом, заходите в наш телеграм-чат, там сейчас выложена эта демо на ютубе, там есть ссылка на то, чтобы пройти в консольном режиме начать игру, присоединяйтесь, помогайте тестировать и посмотрите, как мы пытаемся продемонстрировать, как общество может, используя технологию блокчейн, изменить немножечко тренд будущего с цикла опять перехода через рабовладельчество, обратно через восстание против машин и какому-то отрезвлению и пониманию, что мы можем жить вместе, к сразу же тому процессу, когда мы сможем эффективно управлять производственными процессами. Спасибо за внимание, хорошего вам дня. Сережа, не убегай, секунду, спасибо тебе за рассказ, давайте не обижать роботов. У нас немножко есть времени, я дам задать два вопроса, но, пожалуйста, два. Поможешь мне с микрофоном, может быть, чтобы я не бегал на сцену? Вот Саша Ноксон, да не против, двух вопросов всегда. Нет, замечательно. Вопрос простой, а Iota как относится к этому проекту? Очень простой момент, в наших концепциях мы исследуем только возможности построения коммуникации человека и машины, в которых машина выступает как некий автономный экономический агент, то есть нас интересует применение такого формата криптовалюты и блокчейн технологии, в котором строится именно экономическое взаимодействие. У Iota другое призвание, они используют другие технологии, чтобы самым дешевым способом условно дать блокчейн технологию для общения внутри киберфизической системы одной. Тот стек технологий, который позволяет общаться нескольким крупным киберфизическим системам и образовывать мультиагентную систему. Спасибо. Еще один вопрос, ребят, если у кого-нибудь есть, я дам еще один вопрос задать. Если кто-то имеет вопросы, вы можете их спросить. Нет? Окей. Спасибо, Сереж. Давайте не обижать роботов еще раз. Все, спасибо тебе большое за такой рассказ интересный. Ребят, у нас будет небольшая рокировочка. Смотрите, мы сейчас пойдем на кофебрейк. Велезенка, вы бежите, что вам нужно вернуть. в 11. И сразу предупреждаю, что дальше все спикеры будут на английском. Поэтому теперь все, кто хочет слушать переводи и говорить только на русском языке, возьмите наушники на стойке регистрации. Пожалуйста, не опаздывайте, ребят. Мы сейчас кофебрейк до 11. в 11. Продолжение следует... 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Это концепция контрактов, которые как бы сами через технологию реализуются и выполняются. Если вы, допустим, заключаете такой контракт, вам не нужен ни аудитор, ни бухгалтер, ничего. Контракт сам исполняется. И мы используем эту концепцию систем регулируемых технологий для того, чтобы связать ее с инвестиционными фондами. Инвестиционный фонд это простая вещь, это набор активов, которые передаются менеджеру, управляющему. Разные активы разных людей, и затем менеджер их в определенном депозитории, да, у себя хранит и управляет этими активами с тем, чтобы они приносили доход инвесторам. И за эти услуги менеджер получает вознаграждение. И как мы это все строим? Нам нужно сделать надежную систему без разрешений, без владельцев. И действительно, использование смарт-контрактов и блокчейна, и использование IPFS, допустим, таких инструментов. Мы можем создать системы, которые невозможно как бы развалить. И по сути, это действительно очень сильная концепция, особенно если мы пытаемся перестроить всю индустрию, переорганизовать ее. И это, в принципе, и сделало биткоин тем, чем он сейчас является. Второй компонент надежности, что эта система безопасна. Вторая ценность в Мелон, что это должно быть свободным от ограничений, от каких-то разрешений. То есть, не мы решаем, кто может или не может использовать Мелон. То есть, то же самое, что не нам решать, кто может или не может использовать интернет. И третья ценность, это что она, по сути, не имеет хозяина этой системы. То есть, нету каких-то посредников. Мелон. Мелон это инвестиционные фонды и регулируемые технологии. В основном, практически полностью по смарт-контрактам. И здесь, в центре мы видим фонд Мелон, Мелон фонд. И в этих смарт-контрактах уже предусмотрены такие вещи, как бухгалтерия. То есть, как мы считаем свою чистую стоимость, валовую стоимость актива. Как рассчитывается вознаграждение. Но эти смарт-контракты также еще работают и в качестве определенного хранилища, депозитария. Вы знаете, что у них есть закрытые ключи. И иногда сложное что-то сделать, но через смарт-контракты он реализуется. Для прайс-фид модуля у нас есть Кринт Компер вместе с Орак Лайс. Данные на пути к блокчейну. Невозможно эти данные как-то взломать. И у нас также есть Томсон Ройтерс, которые создали модуль прайс-фид для Мелон. Допустим, у вас есть инвестиционный фонд, и он оценивается по стандартам этой компании. У нас есть хранилище, депозитория, есть своего рода учет фонда. И что такое администрирование фонда, как в традиционном кошельке? Это часть, которая отвечает за большую часть операций фонда. И там у нас есть ривиальные вещи, как учет. Не хватает ли с QCMO, как связать инвесторов и риск менеджмент, управление рисками. То есть, чтобы инвестор не было каких-то операций, которые не выгодны для инвестора. Допустим, инсайдерская торговля и так далее. Здесь у нас есть модель соответствия. И вот эта модель соответствия, compliance модель. Если мы хотим инвестировать в Мелон фонд, допустим, то это как телефонный звонок. Мы, по сути, звоним набору другим смарт-контрактов и узнаем, можно ли инвестировать. То есть, выглядит это вот так. Сейчас мы работаем с Viewport для того, чтобы создать compliance модель. Допустим, если в регионе ТУК не зарегистрирован человек, да, он может инвестировать. Если не зарегистрировано в регионе ТУК, то не может. Ну, могут быть и другие требования соответствия. Допустим, может быть compliance сервис, который предлагается банкам. И там проводятся все проверки. И оцениваются люди, могут ли они инвестировать или нет. И последний ключевой компонент администрирования фонда – это управление рисками. Это интерфейс того, как выведет управление рисками. И управление рисками может как бы давать поручения лишь выше рыночной цены. И в принципе, тогда это приводит к системе, когда менеджеры и инвесторы, они даже не должны быть знакомы друг с другом, видят друг друга. Все регулируется технологией. И если у вас транзакция с биткоином, нам не нужна идентичность открытого ключа. Это доверенная технология. То есть мы доверяем нашему контрагенту. Если вы хотите усовершенствовать Мелон протокол, есть концепция управления и версии. Это так же, как работает версия протокола Эфириум. Для управления governance это будут лишь умные люди, за которых голосуют владельцы токенов. И они, по сути, быстро будут действовать. И в примере крупного предыдущего проекта, когда они не могли получить достаточно голосов, важна также и эффективность этого управления, как оценка. То есть это была теоретическая часть. А теперь о том, как мы это построили. У нас было несколько этапов строительства. И действительно, это очень классный инструмент. Здесь есть несколько основных моментов, которые должны быть по минимуму. Во-первых, нужно проводить хорошие тесты. И затем нужно делать EVM-тестирование. И это очень действительно хорошо. Нужно разбираться в том, что у вас происходит на уровне EVM. Следующий инструмент, который мы выстраивали, это Мелон О'Енте. О'Енте это анализатор умных контрактов, который используется в данном проекте. То есть он берет байт-код в блокчейне и анализирует его. В частности, анализирует, что происходит. Затем тестируется этот код на наличие определенных свойств. Допустим, повторный вход. Или, допустим, зависимости, какие-то времени, время совершения сделки. Но удобно то, что мы исходим из допущения о том, что если у вас есть подобная функция, то никакие деньги не могут быть потеряны. И О'Енте анализирует различные элементы на уровне EAM. Если нет возможности найти какие-то инструменты для анализа, то, значит, эта сделка оценена быть не может. И мы также анализируем сделки с помощью Travis CI. И это обеспечивает нам надлежащие качества. Следующий инструмент, которым мы пользуемся. Мы перешли с TransMine на AV-тест. Ну, это классный инструмент, который позволяет нам в рамках REPOS осуществлять необходимое тестирование. То есть, то, чего мы ожидаем от протокола, должно происходить и в нашей библиотеке JavaScript, которую мы выстроили в нашем Mellon. То есть, это уровень протокола, но если вы выстроите приложение, которым будут пользоваться люди во фронт-энде, то нам важно, чтобы это было привязано к безопасности фронт-энда и к системе умных контрактов. Именно поэтому мы и пользуемся IPFS. IPFS это действительно удобный инструмент, который позволяет нам проверять содержимое. То есть, если у нас есть IPFS веб-приложение, то выход на это веб-приложение через хэш. То есть, вы можете сходить и посмотреть наш исходный код и сделать перепроверку, что хэш, который создавался для выхода на это приложение, соответствует тому хэшу, который есть в IPFS. То есть, у нас нет возможности прописать какой-то вредный код, то есть, нет возможности пользоваться частными ключами или нет возможности тому, чтобы кто-то пользовался вашими данными. И, конечно же, это также IPFS является прозрачным и удобным инструментом. После того, как мы попадаем в среду торрентов, то у нас нет, у нас, поскольку нет централизованного обслуживания, то нельзя эту систему выключить. Следующий Мэллэн Мэйл. Это передача вашего частного ключа в Этериуме. Это система вообще передачи сообщений, которая зашифровывает ваши данные и передает их в IPFS. Это действительно удобный инструмент. Я полагаю, что если мы пользуемся Мэллэном, то если бы Мэллэном пользовался тот знаменитый персонаж, у которого ненавидно произошла утечка данных, то этого бы не произошло. Вы можете взавестись открытым ключом. Как вы знаете, в Этериуме этот ключ виден, но он неизвестно, кому привязан. И тогда мы можем передавать сообщения вот этому открытому ключу. Что-то у меня не получается. Следующий главный компонент нашего подхода к безопасности это проведение аудитов. Поэтому мы только начали работать с Мартой и с Венда, и с Джонсоном. И следующий аудит у нас еще предстоит провести. То есть у нас есть несколько аудитов, которые запланированы. После того, как они будут пройдены, мы сделаем бэк-баунти, то есть отладку ошибок. И это позволит нам проверить наши активы. Мы должны удостовериться в рамках аудита, что никто не сможет войти в нашу систему и уйти незамеченным, забрав наши активы. Поэтому, конечно же, подходы к безопасности это не просто технология. Именно поэтому у нас есть МАМА. Это мультичейн ассоциация, которая занимается вопросом безопасности. И здесь действительно мы преследуем здесь цель объединить усилия детских компаний. То есть это как киберфонд, но действует как Credit Suisse, который позволяет донести голос каждого из участников процесса. Ну что ж, проверяйте, что у нас есть на наших сайтах. Сходите на сайт и пишите нам сообщение, которое указано на экране. Для того, чтобы анализировать ваши смарт-контракты, вы можете ходить на Oriente Menon Fund для того, чтобы проверять свои умные контракты. GitHub.com посещайте для того, чтобы участвовать в обсуждениях по данному проекту. То, что касается Menon Port, то это наша ассоциация в рамках Мама Global. Спасибо. Вы не возражаете ответственно на пару вопросов? Кто-нибудь хотел бы задать вопросы? Да, пожалуйста, микрофон, пожалуйста, передайте. Вот этому, вот этому большому парню. Дреквазир. Я из Москвы. Да. Можно вы будете говорить микрофон, потому что никто вас не слышит. Повторите, пожалуйста. Какие данные из CryptoCompare вы используете в вашей системе управления рисками? Это модуль управления рисками. И поэтому у нас есть попытки организовать управление рисками. То есть здесь мы ориентируемся на цены. Потому что если у вас есть заказ, то к нему привязана цена. И вы помечаете рыночную цену, которая у нас сравнивается. То есть если вы хотите купить, ну, что бы то ни было, допустим, какую-то криптовалюту, и цена будет ниже, чем рыночная, то тогда эта сделка просто будет не совершена. То есть ваша система управления рисками не автоматизирована? Нет, она автоматизирована. Это все на уровне умных контрактов. Хорошо, спасибо. Я думаю, что этот вопрос мы перестанем на него отвечать. Дальше. Да, это автоматизировано. И происходит процесс покупки-продажи. И естественно, риск менеджмента управления рисками применяется эти подходы управления рисками до того, как совершится сам акт покупки-продажи. Ну что ж, спасибо большое, радуюсь за то, что он нас ознакомил со своим проектом. Следующий человек, который хотел бы пригласить, это Сами МакКилла. Сами МакКилла – один из исследователей и один из ключевых разработчиков Рубин-проекта, чтобы проверить логчейн-калькуляции. Я хочу вам напомнить, что у нас еще будет один кофе-брейк. И еще после этого ланч, поэтому сильно на кофе-брейке не кушайте. Оставьте место на ланч, чтобы еще такого сказать, пока там ставят микрофон. Раз, два, три. Три, два, раз. Да, у нас еще будет, ребят, игра блокчейн-поле. Кто не знает или не слышал, возможно, увидели в программке что-то такое странное. Это супер-мега-крутая игра, придуманная командой Киберфонда. В частности, Мариной, собственно, лично, за что огромное спасибо. Я вам еще про нее потом расскажу. Ты хочешь что-то добавить, Володь? Ну, только у тебя минут 30 секунд. Успеешь? Давай. Да, ребята, у нас сейчас идет видеотрансляция прямого мероприятия. Вы можете своим друзьям подсоединиться. Ссылки наши в Фейсбуке, Телеграме и других наших официальных каналах. Все, ребят, маркетологов. Спасибо, Володь. Сами, are you ready? Can I introduce you? Окей, пока еще небольшие технические неполадки. Я просто вам про игру немножко расскажу. Сейчас, во сколько она будет, я сам не помню. Она будет в 4.30. Это аналог, давайте так, честного монополия с современными экономическими терминами. Естественно, все это будет завязано на блокчейн. Будет турнир. Я не знаю, что останется победителю. Победителю останется приз? Нет? Победителю будет приз? Будет, да? Ну, обещают. Я не знаю, какой он будет, но какой-то он будет. Поэтому, я думаю, что всем будет интересно принять участие в этой игре. Как минимум, чтобы узнать, что это такое, а потом рассказать своим друзьям. У нас до сих пор небольшая техническая неполадка. Да, ребят, самое главное, что после игры у нас будет Christmas Party. Да, как-то вы, вот вы, я сказал скучно, и вы как-то не это вот не отреагировали. Но будет интересно, будет вечеринка. Отреагируйте как-нибудь, ребят. Спасибо большое. Спасибо, 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 спасибо. Да, легким движением руки джинсы превращаются. Превращаются джинсы. Нево, что они превращаются, да. Вот, будет вечеринка. Что на ней будет, я вам не скажу. Не потому, что я не помню, а потому, что это сюрприз. А может, потому, что я не помню. Одно из двух. Анекдот, да? Про что? Про блокчейн? Вы знаете, что чужой эфир растет быстрее, чем в своей курсе? Да. Sammy, let me introduce you, if you don't mind, in English. Sammy McKellar is a researcher and a senior co-developer for Truebit. He will speak with a topic on verifying off-chain computation using Truebit. I hope I said that correctly, Sammy. Round of applause, please. Thank you. Спасибо, пожалуйста. Извините, ребята, у меня тут была техническая проблема. Надеюсь, что теперь мы сможем работать. Я работаю с Трубитом. И Трубит это система, которая сегодня растет, работая с Этериумом. Трубит служит для того, чтобы осуществлять ончейн расчеты. Но, в первую очередь, хотелось бы вообще объяснить, что такое ончейн компутации или ончейн расчеты. И, конечно же, это необходимо для того, чтобы исполнять умные контракты после того, как они приняты в работу. То есть нужно, как вам известно, в Этериуме осуществлять такие расчеты. Эта система используется для расчета по умным контрактам. Также в рамках Этериума совершаются сделки, которые привязаны к умным контрактам. И там, конечно, используется код, который необходимо проверять. И нам необходимо иметь на каждом узле исполняемые команды по всей транзакции. Поэтому у майнеров есть необходимость в правильном исполнении этих команд. И они должны отторгать неправильные блоки. Потому что они будут отклоняться и будут потеряны все те ресурсы, которые они потратили на майнинг блока. Теперь здесь мы видим, какие же есть ограничения у той модели, которая сегодня применяется в Этериуме. На сегодняшний день есть 10 миллионов единиц кассы. И здесь мы имеем дело с большим огромным числом транзакций. Например, некоторые блоки нуждаются в проверке. И тогда мы не можем дойти до нужного значения. Если расчеты займут слишком много времени, то тогда, даже если не будет ограничений, если расчет займет много времени, то тогда никто не сможет исполнить такую команду. И, соответственно, никто не может исполнить полный узел. Никто не сможет завершить все расчеты. Поэтому, поскольку есть много узлов, нельзя ожидать, что эти расчеты будут дешевыми. Но что мы пытаемся сделать с помощью трубита? Мы пытаемся сделать так, чтобы расчеты делались вне этой цепочки. В английском это будет off-chain. Однако, позвольте показать вам несколько примеров. Рассказать примеров от того, как сегодня уже используются некоторые off-chain расчеты. Если мы возьмем квадратный корень, то здесь мы можем увидеть, что требуется некоторое время для того, чтобы рассчитать с помощью умного контракта. Но если мы делаем это с помощью off-chain расчетов, то мы получаем правильный ответ. Это очень простой пример. И это может применяться для автоматического исполнения таких команд. Возможно, кто-то уже, наверное, кто-то уже об этом читал, об этом, о том, что трубит использует интерактивные конь протокола. И здесь мы видим, что есть предписанные списки, где есть необходимость работы с умными контрактами Этериума. Однако, это может дорого обойтись. Поэтому, давайте посмотрим, каким образом работает эта ссылка. Ну? То есть, вот, например, у нас есть здесь, например, вот такой адрес. И во время у нас достаточно пространства для записания адреса, поэтому можем не волноваться по этому поводу, по поводу длины адреса. И здесь есть у нас некоторые адреса. И, по крайней мере, здесь у нас есть возможность выйти на этот адрес. Если мы постараемся в рамках этого нового значения сделать это, то мы тогда, вот здесь, видите, стрелочки идут, мы можем рассчитать этот адрес цепочки и затем вставить его сюда. И сделать это крайне быстро. Поэтому это не будет дорого стоить. Поэтому, в том, что касается трубита, то мы можем делать расчеты. И вначале нам нужно представить наши расчеты. И это довольно просто сделать. Мы можем пользоваться байт-кодом или чем-то еще для того, чтобы показать это. для того, чтобы рассчитать значение и потом представить результат расчета. И, возможно, нам... Возможно, нам надо будет сделать отдельный расчет этого кода и затем использовать байт-код для того, чтобы в трубит, чтобы взять трубит, который вставит это значение, расчет. И так, есть два типа участников в сети трудбитов, так называемые солверы и верифайеры. Солверы, они решают эту задачу, то есть находят решение. А верифайеры, проверщики, и они проверяют, правильно ли это решение. Если решение неправильное, то верифайер может подвергнуть сомнению данное решение, спорить его. Если у нас достаточно верифайеров, то есть столько же верифайеров должно быть, сколько сейчас в эфириуме узлов. Потому что они тогда проверяют все эти... Если, допустим, они что-то оспаривают, и это обосновано, то тогда это вычисление удаляется. В трубите мы разделяем расчеты вычисления на несколько более мелких этапов, шагов, и на каждом этапе мы проводим расчеты. То есть нам нужен небольшой объем данных для расчета последующего состояния. Вот у меня здесь приведены примеры. Позже я еще покажу их. Вот последовательность состояний. То есть у нас есть вход и выход. Так, у меня 10 минут показывать всего осталось. Бинарный поиск давайте, наверное, пропустим. Это то, как мы выбираем корректное состояние. И где есть несогласование между солвером и верифайером. И затем идет перепроверка, как быть действительно, или это в правильное состояние или нет. Допустим, вот это представляет то состояние по обкоду, который сейчас запущен. И вот здесь у нас идет корень памяти. То есть здесь достаточно маленькие значения, поэтому их легко можно проверить в рамках смарт-контрактов. Так же у нас есть инцентив уровень. Верифайеры проверяют эти расчеты и им за это они вознаграждаются. Давайте посмотрим, запущу ли я здесь это. Вот такая игра в блокчейне. Эти разные элементы мы сбрасываем. На них разные логотипы нанесены, видите? Вот блокчейн, фэритейл. Видите логотип? Многие проекты так визибилити могут получиться, потому что там, когда сбрасываются вот такие вот логотипы в этой игре. Или если есть гэмблеры, которые там каскад хотят вызвать, но они тоже это делают и вознаграждение получают. Так, это я не то включил. Код основного веб-эсэмбли. Допустим, можно страницу веб-эсэмбли и собирается у нас таким образом код. Веб-эсэмбли был разработан для веб-аппликаций и веб-приложений, как я показывал уже. Эмскриптен используется. Это своего рода сборщик, который собирает наши программы веб-эсэмбли. Мы реализовали ряд. И через струбит мы можем иметь доступ к файлам, например, допустим, 10 секунд игры запускается и будет затем файл, в который собираются все входные данные из блокчейна и предыдущее состояние игры. И на выходе будет уже следующее состояние игры. если какие-то стилинные транзакции будут тоже будет это все отображаться, когда игроки эти транзакции совершают. какие вычисления можно проверить? Нам во-первых нужно собрать программу. Не любую программу можно легко собрать. после того, как она собрана, локально ее прогнать и через трубит прогнать для верификации. Для большинства приложений может это и не будет полезным, потому что должен быть там уже смарт контракт, который будет координировать данную задачу. Поэтому должны использовать оффчейновые данные вне цепочек. Но данные должны быть доступны, потому что тогда верификаторы смогут их проверить, правильные они или нет, иначе этого не произойдет. И в зависимости от доступности данных, даже если данные доступны, они могут быть в некорректном формате. Поэтому в трубит системе мы должны иметь возможность читать множество разных форматах разных форматов. Примеры использования приложений dot ethereum это скрипт для ethereum опять опять для перемещения монет наших токенов с догов в ethereum и обратно. я думаю, что скорости будут еще дополненные решения выработаны, которые будут отлично работать. То есть у разных людей для разных целей это используется. Вот наш адрес электронный. Спасибо сами поаплодируем. Так как мы уже немножко отстаем по графику, то не будем сейчас задавать вопросы, но наш выступающий здесь, вы сможете с ним поговорить. Сейчас я приглашаю следующего выступающего. So it's early to give a round of applause. We'll connect next speaker Pavel Perigot developer of Omnis Go and What are they doing? And what are they doing? I think you can speak in English, right? no, no, so the next speaker will also be speaking in English. His name is Paul Perigot. He's a developer for such projects as Omnis Go and Plasma. And his topic is what is TenderWall. The topic is TenderMint and TenderMint as a component of Omnis Go and CP. Let's give a hand to Pavel. Hello, I'm going to talk about Omnis Go and TenderMint and how we use TenderMint and how we use TenderMint and how we use TenderMint. Что это будет означать для проекта. ОМГ-сеть. ОМГ-сеть. Это, по сути, софт-сеть открытая, без разрешений. Почему это важно? Потому что все следи трейсы можно верифицировать в рамках консенсуса и посмотреть, все ли там правильно реализовано. То есть, какого-то, вот здесь цензуры и так далее. И для масштабирования мы будем использовать Plasma. TenderMint достаточно хорошо работает, но, может быть, недостаточно эффективно для того, чтобы эта сеть с миллиардом пользователей работала. И затем это все будет подключено к Ethereum, по соображениям экономической безопасности. Я поговорю вам также позже о дизайне токенов Omnis Go. Это подразделение этой компании, это своего рода шлюз платежей, предоставляет услуги по платежам. Работает в Юго-Восточной Азии и в восьми странах. И это бизнес с уже должными как бы связями со всеми регуляторными органами. Omnis Go компания создаст ОМГ-сеть и будет являться пользователем ОМГ-сети, но не привилегированным пользователем. Эта сеть будет полностью открытой, публичной. И Omnis Go будет предоставлять White Label Soft для корпораций, которые хотят свои токены выдавать. Выдаватели будут токенизировать какие-то существующие активы. Наш первый пример это Latity, токены Latity любого рода. Это позволит пользователю, когда пользователь будет в одном кошельке управлять всеми токенами и должен предоставить больше или лучше опыт пользователя для всех других пользователей. Чем это сейчас реализовано в разных сетях кошелька. Наш распределенный обмен. Здесь будут плательщики, валюты. Это будет типичная биржа обмен, где можно будет ограниченные заявки размещать, моментальные заявки. И Front Running это типичная проблема. Мы сейчас уже говорили некоторые решения этой проблемы. И она будет независимо от каких-то валют. То есть не будет преференции по валютам. Сейчас переходим к основной части. В настоящее время мы используем Tendermint для нашего блокчейна, для его реализации. Это что такое Tendermint? Tendermint это проект Jay Kona. Несколько лет назад он его реализовал. И он дает нам машинное приложение по сути. То же самое, что любой другой блокчейн. И здесь машина может работать на любом языке. И она использует в транзакционном блоке. Использует тормпротоколы. Почему используем Tendermint? Это пропускная способность в первую очередь. Можно тысячи транзакций проводить сегодня в Tendermint. И это гораздо более производительное, чем Bitcoin или Ethereum. И буквально за секунду лотальность. Эта задержка одна секунда идет. И это хорошо и для пользователей, и для разработчиков. Но она не бесплатная. Как мы платим за такую пропускную способность. Мы используем BFT. Вместо минеров у нас валидаторы уже. Одна треть из них является византийскими валидаторами. Если одна треть, то мы можем остановить цепочку. Если две трети, то у нас Double Spend получается. То есть, если есть существующая комьюнити в этой сети, которая может остановить сеть. Начать ее с новым набором валидаторов и двигаться дальше. По сути, проблема решается не чисто на техническом уровне. Уже это здесь более прагматичный и простой подход. Еще один аспект, что валидаторы известны. Если мы сравним это с биткоином или эфириумом, с этими сетями. В биткоине валидаторы. Можно назвать их валидаторы. Майнеры. То есть, те, которые создают блок. И они неизвестны до того, как будет создан блок. То есть, у нас нет технической возможности оцензурить этого человека. То есть, мы не знаем, куда отправлять ваших агентов, да? А в случае тендермента этого свойства нет. И более того, на следующий пропозер тоже известен. Это просто трейд-офф. Это то, на что вам приходится идти. И вот так выглядит та схема координации, которая у нас работает. По большому счету, у вас есть раунды. Это внутренний цикл. И здесь у вас есть два этапа. Голосование за блок пре-голосование и исполнение. Если заблокировано, то мы переходим на новый уровень. Если нет, то тогда устанавливается тайм-аут за необходимое до получения определенного количества голосов в предварительном голосовании. И потом идет опять на голосование. То есть, у вас стоит валидатор, который рассчитывает такое число. И он здесь рассчитывает высоту этого блока. Что это также означает? Это означает, что валидаторы находятся в онлайне. Если мы из цепочки изымаем валидаторов, то замедляется процесс. Если вы хотите изменить набор отсылщиков или валидаторов, то вам необходимо менять все одновременно. Именно вот так это делается. Если же ваши валидаторы каким-то образом не работают, то вам необходимо добавлять этих валидаторов извне. И вам нужно дополнительно работать в качестве разработчика. Надо этим вопросом. Ну, есть позитивные моменты. То есть, действительно, то, что сегодня это работает. И взвешивается сила голоса валидаторов. И нужно понимать, что здесь мы, по большому счету, опираемся на доказательства самой сделки. И те, у кого были токены, не могли выступать в качестве валидаторов. Это реализовано в Этелиуме с использованием умных контрактов. Потому что это абсолютно чистая, открытая сеть. И поэтому нет никаких институциональных препятствий для того, чтобы войти в нее. Итак, теперь говоря про ABCI. Тандер Минт совершает прекрасную вещь. Потому что он упрощает вашу работу. Работу разработчика. Потому что он за вас отвечает за построение консенсуса. Но, на самом деле, он не обращает внимание на то, что вы делаете на своей машине. То есть, по большому счету, он жонглирует бинарными кодами, которые используются в сети. И вам предоставляется примитивное вещание. Атомическое вещание. И затем вы проверяете правильные и неправильные передачи. И вот это ваша цель, ваша задача в данном случае. Каким образом происходит это действие? У вас есть интерфейс ABCI, который представляет собой абстрактный интерфейс блокчейна. Он реализован с использованием Google протоколов буферов. И здесь у вас есть треки. То есть, у вас используются два сокета. И ваше приложение должно отвечать на обратные вызовы, на коллбеки, которые есть в этом интерфейсе. И у вас есть два набора основных коллбеков. Они зациклены и проверяются данные о времени этих чеков. И затем, когда вам поступает блок, вы должны ответить на CoinBlock. Затем вы используете DeliverTX Loop. И затем передаете в N-блок. И затем у вас есть дерево, которое объясняет ваше состояние сделки. И затем вы даете ответ, который заключается в том, чтобы осуществить сделку. То есть, Commit. Это довольно просто. Ну, а теперь небольшие моменты, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. DeliverTX спрашивает вас. Велитатор вообще создает достоверную сделку в рамках реплицированной машины. И это довольно просто. Здесь, да, конечно, да. Здесь в блоках проходит. И затем чек TX говорит о том, что нужно ли данную сделку совершить в рамках сети. Или включить ее в предлагаемый блок. То есть, каким образом выстроить этот блок. Каким образом использовать COVAX и DeliverTX. Тогда сделает еще один момент, который осуществляется в каждом случае. Здесь осуществляется передача блоков. Но есть небольшая разница. Если мы говорим про плохую транзакцию в блоке биткоина, то этот блок отклоняется. Такая ситуация, когда у нас плохая сделка формируется в виде блока. Но она не инициируется. И, соответственно, она не включается в положение. То есть, положение этого блока будет отличаться от того, что будет во всей сети. И, соответственно, он будет отклонен. Потому что он будет не таким, каким будут блоки в этой сети. И, соответственно, все, что можно здесь сделать, это просто отклонить такой блок. И затем дальше CheckTX проверяет, можно ли предложить применить CheckTX для того, чтобы проверить правильность текущего состояния. Здесь можно пересортировать данные транзакции. Если ваше положение вашей транзакции взаимозависимо, то что вы можете получить? Это ситуация, когда некоторые из транзакций будут считаться недействительными. Просто из-за особенностей конфигурации тендерминта. Не потому, что произошла такая оценка. Потому что это такой типичный случай, когда у вас есть модель построенная на учетной записи. И у вас идет перевязка к учетной записи для того, чтобы осуществить повторную защиту. Когда вы отправляете сделки, одна с значением 0, а другая с 1, та, которая придет первой, будет принята, а вторая будет отвергнута. Поэтому вы не можете провести это дальше. Но здесь есть небольшие ограничения в данной модели. И по большому счету, здесь мы осуществляем дополнительную защиту. Благодаря этому нет возможности. Мы не можем выбирать последовательную транзакцию для того, чтобы повесить пропускную способность. И здесь мы будем ограничены блок-рейтом. Если у вас есть модель построенная на учетных записях, то в некоторых случаях вам придется управлять большим количеством учетных записей, чем, например, в других сетях. И чек ТХ используется, применяется каждой транзакции в мемпуле каждого блока. То есть те транзакции, которые были выбраны в части блока, то они включаются в него. И затем каждая следующая транзакция проверяется на предмет того, может ли она быть действительной. То есть на предмет своей действительности проверяется. И проверяется достоверность этой сделки. То есть вы, например, можете позволить чек ТХ выстроить цепочку проверенных транзакций. И таким образом вы можете предоставить взаимозависимые транзакции в одном блоке. Но вы можете так не делать и просто применить транзакцию, которая будет просто проверяться на предмет предварительно достигнутого консенсуса. Соответственно размер вашего ампула, вашего ампула памяти будет влиять не только на объем памяти, который будет использоваться, но также будет влиять на загрузку процессора. И поэтому здесь требуется правильно это заказировать для того, чтобы мы могли заранее сказать, будет ли транзакция верна или нет на основании данных из предыдущего блока. Теперь говоря про недействительные транзакции, говоря про хешированные сделки, то здесь мы видим, что такие транзакции могут повлиять на положение, на ситуацию. И здесь, когда мы выбираем дизайн, то мы выстраиваем его в соответствии с предпочтениями клиента. И если мы выбираем заголовок блока, то мы тогда уже и задаем условия дополнительного включения элементов в блок. И это касается также OMG Token. Для чего используется OMG Token? Он используется в Ethereum, в умных контрактах для сборов, которые взимают валидаторы в сети и в настоящий момент данные передаются из Ethereum в OMG, не наоборот. Соответственно платежи, которые вы получаете, вы получаете через сеть OMG. И плохих валидаторов можно просто наказать, исключив их, но они могут стать вместе с тем валидаторами в следующий раз. Ну вот заключается ограниченность нынешней конструкции и на следующих этапах проекта этот вопрос будет доработан. На следующих этапах мы планируем сделать следующее. Да, конечно, я не буду рассказывать про все подробности, но мы будем пользоваться плазмой. Я вам скажу, это у нас прописано в плане действий, сегодня 20 подробностей не будем, но со своей точки зрения я, поскольку работаю в OMG блокчейне, то это прекрасно, потому что мы можем пользоваться для версии плазма, текущей версии. Почему это возможно? Потому что плазма определяет интерфейсы в рамках того, что у нас есть, не на основании кода. И у нас есть возможность выбирать языки высокого уровня. Нам не нужно быть максимально простыми, то есть нам не нужно использовать раз, 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 си. Мы можем взять большой язык, который нам позволит быстро работать, и здесь мы выбираем эликсир. Мы сможем также делать передачи состояния, то есть состояние трансферы, и мы сможем исключать плохих вализаторов, что также хорошо. Вот и все. Спасибо. Спасибо. Мы, поскольку отстаем, вопросы задавать не будем, но давайте вопросы потом будем задавать, я думаю, уже потом, в рамках честных обсуждений. Друзья, я ошибаюсь. Следующий спикер, его зовут Сергей Зотов, это софт-вел-девелопер проекта NoCypher, с темой сквозной шифрования для централизованных проектов, естественно, используя NoCypher. And the next speaker will be speaking in Russian, so once again, if you don't understand Russian, please make sure you have your earphones on. If you still didn't get them there at the registration stage, and I would like to invite Сергея Зотов, the software-девелопер for NoCypher, with the topic, and to be careful, encryption for dApps. Okay, thank you. Всем привет, меня зовут Сергей, я из компании NoCypher, участвую в разработке смарт-контрактов для системы NoCypher KMS, K-Management System. Эта система из себя представляет децентрализованную систему сквозного шифрования для децентрализованных приложений. Мы надеемся, что эта система станет таким же стандартом, как TLS для шифрования интернет-трафика. Для того, чтобы описать, что из себя представляет система, я начну с тех задач, которые она может решить, может улучшить. Первая довольно простая задача – это передать какие-то секретные данные от одного пользователя к другому. Самый простой пример – это Dropbox. То есть отправитель шифрует файл, данные, все что угодно, сохраняет хранилище. Дальше в какой-то момент получатели хотят скачать данные и расшифровать их. Все просто. Но появляется сложность, если мы в начале, когда шифруем данные, мы знаем, что они кому-то понадобятся, но мы не знаем, кому, когда и вообще в какой ситуации. Второй вариант, вторая ситуация – это секретные чаты. Для примера, Telegram. То есть у нас есть два пользователя, хотят обмениваться информацией так, чтобы никто о ней не узнал. Отправитель передает свой публичный ключ, прошу прощения, получатель, передает свой публичный ключ отправителю. Он шифрует сообщение и передает его получателю. Тот своим секретным ключом расшифровывает. Очень простая схема. Но она усложняется, если у нас групповой секретный чат, то есть много различных людей. И для каждого шифровать его отдельным ключом – это довольно затруднительно, хоть и безопасно. В то же время, еще сложнее ситуация, когда добавляются новые пользователи. Нам нужно им весь секретный чат передать, всю историю. И третья ситуация – это продажа, распространение какого-либо контента. Как централизованный пример – это Netflix. То есть создатель контента загружает его, шифруя при этом. И те, кто оплатил доступ, собственно, получают информацию, смотрят. Но, опять же, сложное заключается, если мы хотим использовать публичные сети, какие-то децентрализованные механизмы. И при этом нам нужно обеспечить, что ту ситуацию, когда у пользователя кончатся деньги, он должен прекратить просмотр. Какой стандартный способ? Относительно стандартный в большинстве случаев применяется. Это доверенный сервер. Доверенные серверы получают данные в зашифрованном виде. Например, шифрует трафик с TLS. У себя он хранит их в открытом виде, либо своим ключом шифрует. И дальше отдельно зашифровывает их для каждого получателя. Все прекрасно, пока мы доверяем серверу, но его может же кто-нибудь взломать. Что мы получим в итоге? Что хакер будет иметь доступ к открытым данным, что, в общем-то, довольно плохо. Для решения вышеуказанных задач мы разрабатываем, предлагаем наш new sci-fi KMS. Состоит из двух больших блоков. Proxy re-encryption и децентрализация. Для начала опишу, что из себя представляет собой proxy re-encryption. У нас есть задача передать сообщение от Элис к Бобу, зашифрованное, естественно. Как это решается в стандартной ситуации в том же Telegram? Боб, имея пару ключей, секретный и публичный, отдает свой публичный ключ Элис. Элис шифрует сообщение и передает его Бобу. Боб своим секретным ключом это сообщение расшифровывает. Все просто. Теперь в эту схему мы добавляем нашего посредника, proxy. Алгоритм выглядит так. Пара ключей. У Элиса свои ключи, у Боба свои ключи. Элис хочет кому-то, не обязательно прямо сейчас, передать сообщение зашифрованное. Она шифрует своим публичным ключом, не используя другие ключи. И сохраняет куда-либо. Куда-либо это либо открытый источник, либо proxy само. Далее, когда мы хотим передать, Элис хочет передать Бобу права на доступ к этому сообщению данным чему-либо, она берет у Боба его публичный ключ и на основе его публичного ключа и своего секретного ключа создает так называемый reencryption ключ. И сохраняет его в proxy. На этот момент мы создали доступ для Боба. Дальше Боб в тот момент, когда хочет все-таки прочитать данные, он сам не может их расшифровать, потому что его секретный ключ к этим данным не подходит. Он обращается в proxy, трансформируй мне данные. proxy трансформирует с использованием reencryption ключа данные так, что теперь Боб их может расшифровать своим секретным ключом. То есть у нас появился посредник, но посредник не знает, что за данные. Он их не может расшифровать, только лишь трансформировать. Собственно, как выглядит централизованная KMS? Для того, чтобы шифрование работало быстрее, мы используем как асимметричные алгоритмы, так и асимметричные. Аналогично тому, как применяется при шифровании почты в PGP. Для начала мы генерируем ключ для симметричного шифрования, Data Encryption Key, DEC. Генерируем его случайным образом. Далее с помощью этого ключа мы зашифровываем данные, получаем шифротекст, C на слайде. И после мы зашифровываем сам DEC, получаем Encrypted Data Encryption Key и DEC. Пару и DEC и шифротекст мы сохраняем в хранилище. Все, нам не обязательно в этот же момент выделять доступ, мы сохранили данные. Дальше мы создаем политику доступа. То есть разрешаем получателю данные эти когда-либо прочитать. Получатель отправляет отправителю свой публичный ключ. Опять-таки на основе публичного ключа и секретного ключа мы генерируем reencryption ключ и сохраняем его в проксе. И, собственно, этап расшифровки. Получатель скачивает пару EDEC и шифротекст. При этом я напомню, что это может быть публичное хранилище Dropbox, IPFS или любое вообще другое хранилище. Даже у нас есть решение, когда прокси является таким хранилищем. Он скачал эту пару, разделил EDEC и шифротекст. То есть понял, где что лежит. Но EDEC он не может расшифровать. Не для его секретного ключа был зашифрован EDEC. Он просит прокси, отправляет EDEC. Прокси для него трансформирует этот EDEC в EDEC-штрих и возвращает обратно. Теперь же получатель спокойно своим секретным ключом расшифровывает EDEC и дальше по цепочке, полученном EDEC, расшифровывает шифротекст. Получает данные. Собственно, так устроен централизованный сервер. Подобное решение мы реализовали для Kafka и HDFS. Но решение, конечно же, не безупречно, потому что, хоть и если злоумышленник получит доступ к прокси, он не получит доступ к данным. Ему по-прежнему требуется секретный ключ. То есть он все-таки должен как-то взломать еще и получателя. Но в тот же момент мы можем просто заблокировать прокси и все. И доступа у нас ни одного получателя к новым данным не будет. Тогда мы добавляем к такому решению децентрализацию. То есть если вы посмотрите на слайд, увидите, что уже не один прокси, их множество. При этом каждый прокси обладает своим reencryption-ключом, который трансформирует только части дек. То есть у нас есть целиковый дек, и каждый прокси только определенную часть. И получатель уже должен обратиться к множеству таких прокси, получить ответы, скомбинировать их, и тогда будет тот ключ, который он может расшифровать, и дальше как в централизованном случае. Данный алгоритм разрабатывается совместно с университетом Малги в Испании. Также является особенностью этого алгоритма, что он пороговый. То есть нам не надо всех участников прокси, нам не нужно каждый reencryption сделать. Нам достаточно только порогового значения. Ну, к примеру, возьмем 70%. То есть мы трансформировали 70% данных, и уже из этого мы можем получить ключ, и получить доступ к данным. Если же у нас не получается набрать такой треш-холд, то тогда доступа к данным у нас нет. Опять же, что будет, если злоумышленник захватит одну, две, три ноды? Ничего не будет. Он даже не сможет трансформировать данные, потому что у него будут какие-то огрызки этого ключа, и он даже не будет знать, что с этим делать. Возможно, ситуация, когда он все-таки захватит нужное количество прокси. Тогда он сможет трансформировать ключ, но опять-таки он не будет иметь доступа к данным. Но пока он это будет все делать, мы можем обнаружить это каким-либо способом, убедиться в том, что он неправильно перешифровывает, отказывает или, наоборот, делает то, что ему нельзя, и заблокировать его. Для этого нам нужно разделить доверие, то есть между узлами прокси. Собственно, на этом этапе мы используем смарт-контракты и блокчейн, и разработанный KMS токен. Этот токен ERC20 совместимый. Он предназначен в первую очередь для того, чтобы определить, кому доверять больше. То есть у кого этих токенов больше из прокси-нод, тому мы больше доверяем. То есть proof-of-stake подобный. При этом этот же токен также используется и для оплаты комиссии этих прокси-нод. Оплата, мы рассматриваем два варианта оплаты. Например, когда отправитель при создании политики, то есть при создании ключей и размещении их на прокси, платит, то есть вносит оплату. Это простой способ. Второй, чуть более сложный, он больше подходит для распространения контента, когда потребитель по мере доступа к актенту оплачивает. Оплачивает это токенами. Но это подразумевает микроплатежи в блокчейне, и поэтому на старте мы пока будем только первым способом пользоваться. Собственно, также токены используются для того, чтобы как-то наказывать нарушителей. Как вообще происходит участие в сети, оплата и тому подобное. Тузил, новый прокси, захотел принять участие. Он купил KMS токен. Дальше он должен их внести в депозит, заблокировать. Он носит это на счет смарт-контракта и уже прямого доступа к нему не имеет, пока он выполняет свою работу. Пользователь, который захотел воспользоваться, собственно, нашей системой, он также покупает токены и вносит на счет этого смарт-контракта в качестве будущей оплаты ноды. Собственно, если нода себя ведет корректно, трансформирует, то она получает свою законную комиссию после истечения срока политики и не теряет ничего из своего депозита. В случае, если же нода ведет себя некорректно, то тогда, то есть мы смогли доказать это, тогда мы часть ее депозита забираем, то есть тем самым мы уменьшаем к ней доверие и при этом также возвращаем часть токенов обратно тому, кто оплачивал эти услуги, так как нода не выполняет свою работу. Нода, в общем-то, получает вознаграждение двумя способами. Первый, это, вышеописанная, это комиссия. Все понятно, это оплата за услуги. Вторая часть оплаты, это майнинг, который пропорционален заблокированным токенам среди всех токенов и также коэффициенту майнинга. Коэффициент майнинга на старте будет выше с целью того, чтобы поощрить рост сети, чтобы подключались новые узлы. Постепенно он пройдет к нулю и как следствие останется только комиссия за оплату. В общем-то, рассмотрим ситуацию взлома такой сети постепенно. То есть, опять же, злоумышленник взломал одну, две, три ноды, ничего не происходит. Взломал больше половины, может трансформировать данные. Если он хочет законным путем получить, так сказать, единоличное пользование этой системы, он будет скупать эти токены. Возможно, остальные участники не захотят делиться с этими токенами и будут также с ним бороться, скупать токены, тем самым будет некая борьба, что усложнит проведение такой атаки. Но даже если он проводит такую атаку, он всего лишь получает произвольный доступ к выполнению трансформаций. Но, опять же, нужен секретный ключ и вот это уже довольно проблематично. Так устроена децентрализованная NewCypher KMS. На одном слайде представлены первые пользователи, которые хотят, в общем-то, пощупать систему. Это децентрализованные рынки данных, которые продают различные данные своим клиентам, децентрализованные базы данных, сервисы по доступу к медицинской информации для пациентов и врачей и интернет-вещей. Наша компания прошла через стартап-акселератор Y-Combinator. В число также инвесторов входит Сатоши фонд, Polychain Capital и Galaxy фонд Майкла Новоградца. Ну и кратко познакомлю с нашей командой. Основатели Михаил Егоров закончил МФТИ, PHD степень по физике, работал до этого в LinkedIn и Маклейн Вилкисон закончил университет Северной Каролины и работал в банке Морган Стэнли. И наши одни из адвайзеров. Два профессора, Джузеппе Теннис, один из отцов-основателей Proxy Re-encryption, профессор Дэйв Эйвенс, а также Джон Бенталман и Тони Бишоп. Собственно, если хотите узнать более подробно, как все устроено, добро пожарить на наш сайт и участвовать на GitHub и также в активную дискуссию в Slack. Спасибо за внимание. Спасибо, Сереж. Я думаю, что вопросы мы тоже не будем брать, потому что мы немножко опаздываем. Спасибо еще раз. Следующая, у нас будет первая панель дискуссионная. Я сначала на английском анонсирую. Я буду анонсировать панель, это первая панель дискуссионная в английском. И, пожалуйста, если я звоню вашу название, вы пригласили , чтобы, конечно, приехать сюда. Первое, Марина, как модерация панели, пожалуйста, можете поставить на сцену. Все английские спикеры, можете, пожалуйста, возьмите свои earphones с вами, потому что некоторые вопросы мы будем держать это в английском, но, возможно, некоторые вопросы будут в русском. Поэтому, пожалуйста, Adrian. О, нет, извините, Adrian не здесь. Дима Стародупцев, вы здесь? Дмитрий? Нет, он не здесь. Окей, Константин Ломашук, я знаю, что вы здесь, я видел вас. Я видел вас. Сайберфанд. Окей. Пол. Основатель Сайберфанд. Пол Перегуд. Паша. Мы уже видели вас. Пашу видели вас сегодня. Окей. Рито, пожалуйста. Сами. Сами. И Сергей Ланшаков. Сережа. Сергей Ланшаков. А, окей. Так, я не вижу, кого мне не хватает. Мне не хватает Паши. А, Паша идет. Дима не хватает. Окей, Манин, я передам тебе слово, хорошо? Марин, я передам тебе слово. Просто, Костя, можете взять еще один сет, пожалуйста? Спасибо. Так, присаживаемся. Спасибо. Окей. Мы все здесь. Итак, мы все в сборе. Отлично. Да, просто возьмите один микрофон, пожалуйста, и второй. Возьмите один микрофон, и второй подвести. Это первая панельная дискуссия, мы поговорим об лучшем-лучшем. И я надеюсь, что вам понравится эта панельная дискуссия, потому что для нас это важная дискуссия, потому что мы работаем в этой сфере, и действительно мы рады видеть то, что происходит сейчас в этой сфере, и хотим больше узнать. Итак, было несколько вопросов по разным темам относительно будущего блокчейна, и начну задавать вопросы. И вы можете просто что-то добавить, ответить то, что вы хотите. Первый вопрос вам. Что нужно сделать, чтобы ускорить внедрение блокчейна? Как я люблю говорить на русском? I will just speak Russian as I like. There is who don't understand Russian. Что нужно, чтобы все-таки ускорилось применение технологии блокчейн, принятие ее. Если смотреть на последние шесть лет, то есть то время, в которое я участвую в жизни блокчейн-сообщества, то замечаю одну вещь, что последние несколько лет активно идет отрицание того кейса, в котором блокчейн находит лучшее свое применение. Это криптовалют, когда очень часто говорят о том, что нужно отделить и попробовать применить технологию блокчейн без криптовалюты, без использования внутреннего токена, внутренней экономики. И я считаю, что вот именно этот тренд, тренд на то, что пытаются использовать технологию блокчейн без создания экономических игр, без понимания того, что именно экономические стимулы, создаваемые вокруг инфраструктуры применения блокчейн-технологий является залогом ее успешного внедрения, является сдерживающим фактором. Но, если посмотрим на Девкон 3, обратите внимание главный хэштег выступления Девкона 3. Слово экономические стимулы. Оно стало самым главным словом. То есть, общество наконец-то понял, что если вы хотите, чтобы ваш блокчейн-проект был успешен, то вы должны подумать об экономических стимулах применения этого протокола. Соответственно, в моем понимании переломный момент как раз-таки произошел. Сообщество поняло, что без экономической модели этого не произойдет и вот остается просто совсем чуть-чуть подождать. Так что ничего уже не мешает, все случилось и просто необходимо, чтобы еще в течение пару лет компании поактивнее поработали на рынке. Вопрос только времени остался. Если кто-то хочет добавить что-то к этому вопросу, Костя? Ну, на самом деле нам повезло, нам очень повезло, что в этот вопрос пока на данный момент не пришло регулирование. Мы видим с вами чистый рынок, чистую эволюцию развития этой системы со всеми ее плюсами и минусами. Конечно, в какой-то части регулирование может помочь и усилить развитие этого рынка, но его отсутствие показывает нам появление таких проектов, ну, вот, как только что выступал, например, NewCypher, которые действительно полезны, которые помогут как бы ускорить этот adoption. Ну, на самом деле принятие, я думаю, оно уже близко и, ну, ты спросила, что нужно для этого сделать? Просто делать. Каждому из нас делать свой продукт, каждому из нас делать свой проект и тем самым мы ускорим принятие криптовалют и всей экономики, изменение всей экономики. Вот эти вот ребята, они все делают каждый день. Спасибо им большое. Окей. Пол, you want to something? Thank you. тоже добавить хотите, что я? Я тоже оптимист, я думаю, что есть и другие вопросы, нерешенные еще. Есть три основные как бы темы, мне кажется, две уже хорошо известны, все о них говорят, это масштабируемость и приватность. Есть еще одна, это плохая репутация. есть много проектов, с кемпроектов, но из-за низкого уровня знаний, как это работает, и что ожидать, то люди страдают, люди становятся жертвами этих с кемпроектов, потому что регуляторы могут как бы выйти сюда, это будет плохо для нашего комьюнити. Поэтому, помимо работы над масштабируемостью и правилости, нам тоже нужно как бы еще уделять внимание обучению, информированию. мы часто слышим, что есть обиженные инвесторы, которых обманули. Но, в первую очередь, если вас обманули, виноваты вы сами, то, что вы проинвестировали в этот проект. Я на самом деле очень хочу защитить проекты, потому что я могу быть с многими из ними работаю, они берут на себя огромную ответственность, первыми. Этого не делал еще никто. они попадают под риски регулятора. Они попадают под разные технологические риски. Когда мы видим у проектов кошельки парить, мы сами попадали под это. Взламывают, воруют деньги. И они несут этот риск. Они спят каждый день, они разрабатывают, они добиваются. И да, возможно, выживет 5%. Возможно, часть из них скамы. Но, ребят, если вы проинвестировали в проект и он не взлетел или это скам, вы виноваты сами. Может быть, 5% инвесторов выживет, да? По-моему, я абсолютно согласен с этим моментом. Это просто, важный момент заключается в том, что комьюнити многое делает на выявление скамов и хорошие проекты реализует. Проблема где-то в другом. Проблема в том, что сложилось впечатление, что вы покупаете криптовалюту и тут же богатеете. Люди должны начать понимать, что криптовалюта и инвестиции в криптовалюту такие же рисковые, как и инвестиции в стартапы. Даже, может быть, более рисковые, потому что здесь более амбициозные у нас вещи уже. и поэтому вот это вот сложившееся представление о том, что можно быстро разбогатеть, нам нужно подумать о том, чтобы как-то вспять ее обратить, чтобы люди не считали, что можно легко тут обогатиться. сентябрь-октябрь был большой рост привлечения денег на ИСО, но ноябрь этот рост провалился, то есть рынок сам себя срегулировал, и я надеюсь, что инвесторы, они создадут ресурсы, ну, например, как делает Рето с фондами, да, он делает такую, такие фонды, в которых ты не можешь обмануть, он их делает технологии регуляйтед, так вот, я за технологии регуляйтед. Okay, the next question, please. Следующий вопрос. Рето, вы хотели что-то добавить? Да, я тоже выступаю за технологию, и я согласен с тем, что должна быть экономическая модель регулирования и репутация, но и должно просто быть использовать это, как JavaScript имплементация, как блокчейны с нулем конфликта, когда можно открыть свой браузер, по сути, и все, и там это есть, это тоже, мне кажется, поможет, когда будет все это доступно, и в мобильной версии, это тоже поможет восприятие. Следующий вопрос, насколько реально питанизация всего, любого актива, ну, мне кажется, это уже все началось, в начале года, где мы были, где мы сейчас, когда уже больше активов, у нас, мне кажется, это вопрос времени, и технически это легко сделать, золото, и так далее, и все это в блокчейн загнать, недвижимость, и так далее, это лишь вопрос времени, когда все уже токенизировано, и даже больше. Сейчас, допустим, сложно там, да, купить Пикасу, но блокчейн уже тривиальный, по сути, я чувствую. Еще кто-то хочет добавить относительно токенизации активов, вы согласны с этим? Отлично. Но опять же, мы работаем с блокчейном, и есть множество проблем с текущими протоколами блокчейна. Как вы думаете, какой наилучший способ обеспечить надежность блокчейна? Сэм или Павел? Кто-то хочет высказаться? Я работал над этим, и это одна из сложных задач. Мы этот метод разрабатывали. Это будет сложно, но мне кажется, и результат это даст хорошее, в конце концов. Есть разные связанные с этим проекты, и Кристо также работал по схожей системе, которая интегрирована в Solidity. работы. И работы также, у Ente. Я думаю, что это поможет. Хорошо. Пол, может быть, вы хотели бы сказать? Возможно, я повторил бы, то, что сказал бы, я бы, тут требуется просто использовать новых инструментов, новые культуры и разработки, потому что теперь такая есть идея, что если ваш код плох, давайте перепишем, это плохая идея, давайте не будем ей пользоваться. Ладно, хорошо. Ну, что ж, тогда самые главные вопросы это вопросы масштабировости, взаимодействия и все, что связано с этим. Давайте поговорим эти вопросы. Какие подходы вам больше нравятся и почему в решении этих проблем? Может быть, кто-нибудь начнет, да, может быть, вы начнете полкодот, допустим, они решают вопросы масштабируемости и взаимодействия и, возможно, вам нравится, так как они решают эти вопросы. Вы расскажите, почему. Да, думаю, что моя позиция довольно понятна. Я его здесь большим... Поскольку это очень общий вопрос, то я думаю, что здесь может возникнуть сложность с обеспечением взаимосвязей, нужно сказать что Web3 и взаимодействие. Полькодот. Ну, вообще, на самом деле, я считаю, что любая команда, которая развивает это направление, ну, они делают пользу, потому что сейчас, на данный момент, мы в очень начальном этапе, ну, и одна из самых больших вопросов это, естественно, масштабирование. Есть несколько путей, как шардинг, есть кросс-чейн транзакции. На самом деле, появляются какие-то best practices, например, Полькодот написал бумагу, а до этого есть проект Cosmos, который делает, как сказать, более general, ну, не general, а решение немножко другое, но все начинают друг с другом обмениваться, и в итоге и Ethereum сейчас к этому приходит, и тоже появляются проекты как Plasma, и, ну, тем самым появляется конкуренция, я бы так сказал. Ну, конкуренция неплохая, хорошая, которая заставляет команда разработчиков двигаться быстрее, и тем самым мы быстрее увидим те продукты, и действительно масштабированность, и предложения такие, как криптокотики смогут работать и не останавливать сеть уже очень скоро. Кстати, хорошо, что ты вспомнил про криптокотики и про масштабирование блокчейна мы у себя в команде неоднократно все-таки задумывались о том, что сегодня вы посмотрите в принципе во что превращаются крупные блокчейн проекты. В принципе, слово блокчейн, цепочка блоков начинает умирать само по себе. Это больше про вопрос пиринговых сетей, в которых появляется комплекс различных инструментов, которые вместе решают различные задачи. Ведь, если честно, сейчас посмотреть на человека нового, кто входит в сообщество и слышит State Channels, Plasma, Thunder Mint, Polkadot, все, уже отрыв от сообщества произошел. Это узкая специализация уже инженерного типа. Но во всем этом процессе я обычно людей призываю не забывать, что общество и в принципе то, как строится сегодня технологический уровень, не везде необходимы консенсусные правила, это раз. Второе, что социальные институты не всегда нужно, чтобы они работали условно, требовали издержек на 100% гарантий. То есть мы должны понимать, что возможно часть задач, которые мы прилагаем на то, что они требуют масштабирования блокчейна, скорее всего можно построить поверх, вынеся часть логики вовчейн, моделируя свою систему таким образом, что мы уже можем не бречь какими-то потерями данных, отсутствия консенсуса по каким-то правилам, а не забывать вокруг чего нам требуется консенсус. Нам требуется консенсус вокруг того, что несет в себе все-таки экономическая значимость требует консенсуса. оперативная деятельность агентов, участвующих в процессах, зачастую может строиться по ощущениям того, что где-то кто-то ошибется. И вот не забывайте, когда вы делаете свой проект, что возможно в вашем проекте достаточно того, что вы поселите свой ассет, но обработку его вы вынесете за блокчейн инфраструктуру, и пускай она может иногда сбоить, но по сравнению с другими социальными институтами, которые обслуживают ваш проект, это все равно вероятно с ней будет работать в стадии. Это вот наверное мой основной комментарий к тому, что масштабирование много нужно, особенно например самый интересный сценарий, который я сегодня вижу, это использование машинных систем, то есть IoT-устройств для так называемого Natural Capital Pricing, то есть для оценки природных капиталов, к примеру. Это одна из очень больших трендов как раз в сторону дигитализации, ценностей, того, что мы можем в принципе использовать блокчейн-технологию для хранения того, а сколько стоит наша планета Земля, сколько стоит ее хранение, а вот как уже руководствоваться, как использовать эти ресурсы, может быть все эти транзакции не стоит туда отправлять, может это стоит вынести внешний свой. Добавите что-нибудь? тогда а что мы скажем о текущих проектах, которые однозначно у нас есть в области блокчейна, какие из них вам сейчас нравятся и почему? Ну, за исключением конечно ваших проектов, я понимаю, почему вам нравится собственный проект, но может быть вам нравится что-нибудь еще? Почему? Just explain. На мой взгляд самое сильное сообщество на сегодняшний день, всегда инноватор, который все-таки что-то делает, то есть вся инновация технологическая там, и мне очень нравится, что вокруг эзериума образуется наконец-то академическое сообщество, я не вижу, чтобы вокруг каких-то других блокчейн проектов образовывались именно академического типа людей, потому что именно, подумайте, ведь что такое white paper, это по сути научная статья, это научная статья, и все, то есть мы называем white paper то, что по сути магистр и аспирант по окончанию университета должен правильно писать и дальше это имплементировать в жизни. Ну вот, и мне нравится, что вокруг эзериума это понимание наверное самое лучшее. Окей, Сэм, что у тебя, что у тебя любимые проекты, блокчейн проекты, и почему? Окей, возможно, я буду работать на формальной верификации. Наверное, тут надо сказать про формальные верификации, к сожалению, переводчику плохо слышно говорящего. Здесь вопросы, которые связаны с формализацией авиеном и в основном то, что касается прав. авиеном это прекрасная система, потому что они даже все продвинулись в этом направлении. И также нужно помнить о том, что, например, сегодня Йеллоу Пейпер от Этериума может быть замена, изменив определение. К сожалению, переводчику крайне плохо слышно говорящего. я пока не проверял это решение и здесь есть определение, которое необходимо использовать, и которое должно носить общий характер, которые должны нам помочь в оценке имеющихся достижений. и поэтому вот так я вижу это решение. Хорошо, спасибо. Я не работаю над этим проектом непосредственно, поэтому мне, конечно, очень нравится плазма, очень нравится плазма, потому что это довольно простая идея, которая, полагаю, намного проще для понимания, и она действительно может сработать. Конечно, еще предстоит многое сделать, в рамках плазмы, но я, конечно, предвкушаю презентацию, потому что она будет наверняка интересной. А вы что скажете? да. Конечно, Mellon, а помимо проекта Mellon, Altadot, я думаю, будет интересным проектом, проектом. Мне еще нравится проект Nimic, это блокчейн в виде браузера. Solid Team, да. Хорошо, спасибо. Вау, практично все мои любимые проекты. На самом деле, что хотел сказать, то, что я не готов называть какие-то конкретные имена. Понятно, что эфиры, как бы, я здесь хочу поддержать Сережу, то, что комьюнити людей, которые работают вместе, я думаю, это лучший показатель. Чем больше людей будет работать вокруг плазмы, тем больше он мне будет нравиться. и, соответственно, то есть, проекты, ну, любимых нет, да, то есть, есть те проекты, которые, как бы, ты любишь, но оно выражается в том, что действительно там есть люди, и их много, и они вместе верят в это, и делают, и меняют мир каждый день. Окей, then, what do you think, so, Сережа mentioned the Ethereum community as a strong point of the Ethereum, basically. What do you think are the things that any blockchain project should have in order to be successful? Костя, may you start, please? Что должен иметь, как? So, what blockchain? Ну, в первую очередь, он должен иметь команду, да, то есть, без команды и без людей, которые могут создать. Второй момент, он должен иметь хорошую идею. Третий момент, он должен ее описать достаточно качественно. И, на самом деле, проблема зачастую в проектах складывается из-за того, что, ну, сами процессы разработки в тех командах, особенно, которые идут на ИСЮ, они, как бы, ну, не до конца построены, да, и вот на этом ломается большинство проектов. Даже имея хорошую идею, хорошую бумагу, они просто, они могут и построить этот проект, ну, из-за того, что зачастую не хватает каких-то компетенций. What is for you a good team and a good idea? Ну, в этом деле хорошая команда, это команда из, ну, я считаю, что там должны быть АИС, ну, так как на данный момент мы не имеем ни стека технологического, то есть, по сути, его строят. Ну, почему сейчас так сложно построить блокчейн-проект? Потому что, ну, многие делают впервые, по сути, когда они построят стек, ну, например, как Рета показывал, который, сколько ему пришлось перепробовать, для того, чтобы понять, ага, APFS, здесь парить, здесь стек-технология, здесь эфир, вот, тогда проект там станет развиваться быстрее. А вопрос был? А вот что хорошая команда. Так вот, часть хорошей команды, это первое, что должны быть люди, исследователи, которые могут исследовать, и как раз-таки результатом этого исследования появляется white paper. А второй момент, то, что должны быть программы программистов, которые могут написать первую рабочую имплементацию. И когда они напишут ее, она заработает, тогда уже появится комьюнити, и это сможет развиваться. Вот для меня. Да, вот, наверное, хотел бы Костином салом добавить одну вещь, что все-таки зачастую, ну, мы имеем две проблемы. Первая, это как раз проблема, которая в своей презентации говорил про Герона Александрийского, когда есть те вещи, которые команды просто описывают, которые действительно могут изменить мир, но мир не готов к этому изменению сегодня, да, то есть, с другой стороны, эти технологии светлые, они там условно для того, чтобы развивать гражданское общество и просто уже сегодня туда положить, приинвестировать немного именно толпой, чтобы поддержать, чтобы эта команда там не занималась конкретным там сегментом, работая на конкретную компанию, а просто держала эту технологию там семь лет, восемь лет, неважно, десять лет, но они занимались там маленькой группой и следовали дальше. Это очень важно. К сожалению, сегодня инвесторы криптовалютные забыли об этом. Бонус 50% к входу, через месяц слить токены, поднять прибыль, пойти дальше. Второй момент. Зачастую мне не нравится то, что команды не показывают прототипных экспериментов. Ну, банально, эфир запустился, мы через два месяца написали, пускай, не самый лучший, но контракт по найму дрона, чтобы показать, что люди с машинами могут заключать контрактные отношения. Это заняло два месяца времени. Это не так сложно. Если вы хотите показать свою идею, постройте на каком-то стеке технологий с изолентой свой пример и покажите, что дальше надо показывать. Это к тому, что хорошая команда это коммиты на GitHub. Это коммиты на GitHub и... Ну, и YouTube ролики, наверное, вот вторая вещь, которая стоит. Окей, but coming back to my initial questions, what should a blockchain project have to be successful? Должно быть, вы проект... Коммиты на GitHub, YouTube ролики. И, наверное, здесь есть очень простая вещь, опять же, она немножко философская. Определяем ли мы тренды развития вообще общества или все-таки мы угадываем то, что по законам физики является логичным для развития? То же самое, как я и говорил, иногда бывает не время для технологий и вот угадали они или нет. Вот в чем вопрос. Понимает ли проект, что сегодня эта технология будет кем-то востребована? И вот, если востребованность технологии существует, то у них все равно получится. Даже если это будет не очень хорошо реализовано, даже если там будет куча ошибок, этим начнут пользоваться, этим будут пользоваться и будут улучшать, потому что это нужно людям. Окей, спасибо большое. Ретен? Да, я абсолютно согласен, что команда является параметром. Ретен, но самое главное это команда. И здесь должны быть люди, которые имеют видение, которые четко представляют, что они делают, почему это важно. И они должны быть готовы нырнуть в эту идею. И идеология должна быть, но должны быть навыки, знания. Нужно уметь продемонстрировать, что ты можешь сделать, дать то, что ты обещаешь. И второе, у тебя должны быть правильные партнеры. Потому что команда хорошо, но если у команды не будет хороших, правильных партнеров, партнеров, которые готовы пойти в дальний путь вместе с твоей командой, то тогда ничего не получится. Пол, я бы повторил те же слова. Есть некоторые сферы, в которых партнеры определяют, преуспеют проект или нет. И это как все, что связано с корпоративными блокчейнами. Если плохие связи, то тогда у вас ничего не получится. Это факт жизни. Хорошо, спасибо. Хорошо, я думаю, что нужно сказать, все, что было сказано, все является важным. И если говорить про партнеров, то важно быть на связи сообществом коллег. Вариться не в собственном соку, потому что это как в экономических системах, нужно быть связанным с другими. А иначе ничего не получится. Хорошо, спасибо большое. Итак, у нас здесь сегодня много разработчиков, и поэтому, как вы думаете, для них, если они хотят начать что-то в области блокчейна, что им нужно сделать, что они должны сделать, для того, чтобы реализовать проекты блокчейна. Им нужно начать и посвятить этому много лет. Но вы, конечно, не можете взять всех в это путешествие, но какие критерии? What developers should do? Well, the first thing that I'm very much concerned is that in the rush for new projects, developers frequently develop to read old good papers on Bitcoin and in general they forget history. So don't forget that the Byzantine generals were resolved in the 80s, that the internet idea started with decentralization, that the domain name system was about tackling some problems. In order to successfully develop in the field of blockchain, a developer should know the history of the technology to understand what challenges to respond and how developers responded to these challenges some time ago. And then pay attention to global market happen. Decentralization of the internet is one of the part of the projects. But what particular problems they troubleshoot? The answer, the right answer is hidden in the history of the ethernet technology. So the developer should know the history of technology. Otherwise application skills will not be able to solve problems. Самый? Ну, во-первых, я думаю, что следует работать например как над умными контрактами этериума и не надо сразу выходить на ICO. Но если это сделать, то можно, мы будем надеяться, что у них получится получить много денег. там огромное количество проектов, которым можно просто контрибьютить. То есть начать можно а присоединиться к комьюнити, которая тебе нравится, б в свободное время начать контрибьютить, с изучения предмета. Например, как правильно, когда ко мне люди приходят, я говорю, прочитайте сначала white paper биткоина, потому что он достаточно понятный, достаточно простой и объясняет причину, для чего был сделан биткоин. Вот. И есть проекты такие, как Omisgo, как Mellonport, которые ищут разработчиков и любой разработчик, который хочет присоединиться. Все двери открыты. То есть спрос намного больше, предложение на данный момент. Ок. So we have some time for questions from the audience. So you have a mic there. You may just come and ask a question, please. Yes, just one by one, please. Hi, thanks for the panel. I have a question about the way how I see start-up blockchain like Facebook. What I see in blockchain in startup is the same as as in Kremlin many years ago. We have a protocol for everyone. This protocol can be connected to connect to everyone. I have a number of questions. I are the only person who this is the only If I are not the only может быть вы можете мне сказать почему это так происходит в статапах блокчейна и стандартный будет стиль кремниевой долины. У меня совсем другое впечатление проектов в которых я принимал участие они всегда были очень хорошо определенными то есть изначально как бы объем масштаб был хорошо определенно самого начала то есть вот abc вот мы это делаем все допустим если мы говорим о создании комьюнити или базы пользователей то нужно начинать с мало с маленького стартапа ну так сережа очень важную группу блокчейн проектов это проекты с утилити токенами то есть проекты которые создают децентрализованные инфраструктуры понимаете что таким децентрализованным инфраструктурам в которых не конкретная компания отвечает за обеспечение сервиса необходимы образование рынка свободного продажи их внутренней валюты а в экономической теории объясняется что рынки с малыми оборотами плохо справляются с вызовами то есть слабые рынки с маленькой капитализации они очень плохо работают соответственно ситуация такая что если проект действительности институциональный если проект может создавать какие-то там глобальные децентрализованные сториджи если он может создавать новый интернет если он сможет заменить финансовый сегмент банков то этим проектом этом звучать может быть страшно но им нужно раздувать пузырь вначале таким образом до таких размеров чтобы рынки начали потом активно регулироваться посмотрите что происходит с валютами как сегодня bitcoin начинает стабилизироваться вокруг всего этого процесса то есть мы видим что токены которые стоят дешево они быстро растут а потом начинается уже более спокойная игра соответственно проектом институциональным проектом с утилити токенами очень важно делать капитализацию очень большую иначе это децентрализованная инфраструктура просто может не стартануть ну я хочу прокомментировать то что ну первое все таки что мы что мы делаем на мы строим новую к систему на новом технологическом стеке и когда если думать что мы делаем какую-то маму ну то есть если ты говоришь о том что нужно сделать какой-то проект узким узко специализирован конечно это будет работать но вопрос то что например если ты используешь своем узко специализированном проекте там не знаю например supply chain и ты его написал только под тебя и он несовместим с общей экосистемой то твой проект скорее всего не у него не выживет то есть здесь идея идея такая то что сейчас есть огромное свободное место для вот таких набора протоколов с утилити токенами которые как бы будут использоваться многими проектами ну конечно когда ты их делаешь нужно фокусироваться на каких-то маленьких вещах то есть на ганаку на конкретном таске но я думаю что нет такой проблемы сейчас на рынке на ну вот на текущем рынке и ну и я думаю что в проекте например вот голем да точно такой же проект который решает большую проблему но начинает он с конкретной задачи с маленькой с узенькой но изначально он определил себе рынок рынок вычислений после этого он нашел там рынок рендеринга и он решает конкретную задачу рендеринга и потом вся экосистема кому нужны будут вычисления они смогут использовать один протокол и тогда появится экономика да я не знаю там кибернетика то есть появится экономика в которой все мы будем в одной экосистеме и соответственно в более эффективными чем каждый будет строить свой велосипед на у кого-то наверно тоже получится она очень важно не забывать о том что проекты которые создают автономные ценности то есть они сгенерировали то есть произошел токен generation event они создали токены все поймите они больше не могут повлиять на эти на этот токен соответственно когда проект говорит о том что нужен для этого он должен показать именно видение того когда будет закончена инфраструктура и показать дорожную карту как они будут к этому световому будущему идти поэтому проектом крупным не нужно в самом начале самофиксируем сначала нужно показать видение и уже начать делать уже по кусочкам собирать пазл в трубит мы работали косвенно со истер протоколами и затем оценивали проекты но все еще может сохраняться проблема проблема высоких рисков будет ли проект ценным или нет мы надеемся что проблема вот решены и у всех будет такие же шансы участвовать войсел я думаю это совершенно другая сейчас ситуация то что мы раньше не наблюдали это уже другая совершенно бизнес-модель и сейчас экономика которая в компаниях концентрировалась сейчас она уже концентрируется в сети спасибо большое на следующий вопрос у меня зовут виктор я представляю феникс фонд и у меня вопрос почему мы говорим только о блокчейне они о других распределенных технологиях таких как так или других технологиях которые тоже имеют лучшую скорость транзакции лучшее свойство хорошо кто хочет прокомментировать а и мальчиков мы видим отрыв технологически что блокчейн в будущем это уже не только блокчейн это уже что-то больше второй момент все-таки капитализация проектов которые срок жизни проектов которые сегодня востребованы в сообществе они пока что еще базируются на тех же самом профи ворк блокчейне и он еще до конца не изучен там еще работы вокруг вот этого направления вокруг обучения сообщества работать с классическим блокчейном очень много но вы правильно говорите о том что разговаривать пора начинать но окей приходите расскажите классно расскажите продукт и сделайте некоторую конкуренцию к классическому блокчейну окей someone else wants to add something yeah costa ну если посмотреть на рынок и если посмотреть на токио он создаётся на эфире почему потому что они сделали mvp по сути они сделали первую в мире виртуальную машину и кто бы из вас там разработчики не говорили что он плохо работает да никто из вас пока не сделал лучше к сожалению и мы надеемся что вот ребята как трубит они сделают это еще лучше а по поводу как когда проект выбирает на чем делать токен зачастую там спрашивают там меня совета или еще как так они ну для того чтобы делать его на даги для этого должен быть специальный кейс если вы хотите использовать умные контракты в перспективе до кастомизировать логику пока на даги это невозможно сделать возможно в перспективе получится поэтому плюс что позволяет эфир он позволяет вам автоматизировать сам процесс и всего то есть зачастую мы видим что проекты изначально делая создавая свой токен они изначально нечестны то есть ты не можешь например они собирают фиатные деньги обычные да ты не можешь провалидировать а действительно ли это было так а это важно то есть ну вот создание токенов это очень важный процесс если ты его изначально запорол это влияет как бы на на будущее и блокчейн эфира позволяет автоматизировать этот процесс с помощью умного контракта и это круто это mvp эфира и они с ним отлично справились и конечно эфир позволяет делать не только умные контракты но то что они позволили сделать виртуальную машину где вы смогли сделать не только логику за заложенную ранее например как в биткоине отправить транзакцию или как битшер создать определенный тип активов а сделать по сути тебе любую логику да с ограничениями ну вот поэтому эфир как бы и занял эту нишу и действительно молодцы большие которые мы говорим о том что если нет больше вопросов, то извините извините, нет ребята у нас уже время и времени нет хорошо у нас модератор строгий последняя буквально может быть слово от каждого из выступающих будущее блокчейна в целом двух словах я думаю что блокчейн-технологии лежит в основе появления первых мировых социальных институтов которые строятся на осознанном мировом сообществе то есть о том что уже люди в разных странах способны самостоятельно без регулятора контролировать свое хозяйство и мне кажется развитие и капитализация проектов базирующиеся на блокчейн-технологии это отражение того готово ли современное общество к появлению таких социальных институтов поэтому про будущее это про то что я лично вижу появление независимых основанных на технологии международных первых социальных институтов сейчас проблема масштабирования именно блокчейна и есть множество решений уже я надеюсь что в будущие годы в последующем это уже станет мейнстримом проще будет использовать это хорошо спасибо пол я думаю что правилости масштабируемость и другие технические проблемы будут решены и я достаточно оптимистичен относительно будущего технологий в самом худшем случае если регуляторы как бы вмешаются и начнут ставить какие-то барьеры чинить припоны но вы знаете меру большой поэтому технологии все равно будет жить и продолжаться да я думаю что будет технологическое регулирование то есть процессы сейчас которые делают банки или правительство государства в будущем они будут регулироваться блокчейном и это повлияет на общество спасибо и кости а произошло много проектов сейчас они проводят огромное количество исследований а я думаю что появится еще больше блокчейнов то есть мы пойдем масштабирование не только вертикально то есть когда все делают на блокчейне но и горизонтально и ну соответственно большая большая часть этого будет как раз вот этих круче интерна транзакции если говорить вообще о будущем блокчейна ну на мой взгляд блокчейн это фундаментальная технология на основе которого можно строить и развивать другие технологии имея фундамент и вот на самом деле когда я смотрю сейчас что происходит в мире смотря на майнеров которые майнят где-то в подвале которые не понимают сломал блокчейн смотря на бабушек покупающих bitcoin кэш ну я понимаю почему там на не начинают некоторые криптовалюты расти на мир сошел с ума да и это как бы пока ну то есть 90 процентов людей не понимающих что-то делают управляемые какими-то мотивационными принципами которые были заложены если смотреть на биткоин в 2009 году одним white paper то есть людям и это всего лишь первое пенула вот блокчейн и это первый сигнал технологической революции после которой появятся автономные средства которые будут ездить и когда люди будут терять рабочие места и много всего другого и будущее блокчейна на мой взгляд это ну это создание фундамента для развития всего общества у нас сейчас небольшая пауза и опять же те кто говорит по-английски не сдавайте свои наушники потому что презентация будет на русском я покупаю машину в москве и пойду по-английски 8 часов но я покупаю по-английски 12 часов я покупаю по-английски 12 часов я покупаю по-английски микрофон, пожалуйста и еще один микрофон я 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 меня я ты я я я я я я я я я дал я я я я Так, ну я думаю, что в течение минуты мы начнем просто, да? Я думаю, что мы не будем больше ждать. Сейчас, что там за программа, где она есть? Следующий спикер будет говорить на русском языке. The next speaker will be speaking in Russian. We will start now. We will not wait anymore. So, please have your headphones on. If you don't understand Russian, you can hear the translation. So, I will first introduce you in English and then in Russian, because you're speaking in Russian. This is Andrei Sobol, the founder of Pandora Blockchain. He will speak about the censorship, resistance of different types of consoles and blockchains. Thank you for that lovely name of your topic. Следующий спикер Андрей Соболь, founder проекта Pandora BoxChain. Я не буду переводить название топика на русский язык, потому что он слишком длинный, Андрей. Я уверен, что ты про него расскажешь. Проходи, пожалуйста, на сцену. Давайте поаплодируем Андрею. Он стесняется. Вот он вышел. Все замечательно. Спасибо. Привет, ребята. Я буду говорить в русском. Если вы не понимаете русский, то пожалуйста, возьмите телефон. И пожалуйста, наденьте наушники, потому что вы будете слышать блокчейн, бла-бла-бла, биткоин, бла-бла-бла. Если вы не понимаете русский, то я буду говорить о блокчейн-резистанции, о различных консенсусах в СССР. И я буду рассматривать его с далеко. Сел кликер. О, офигеть. Да, хорошо. Собственно, я зайду сдалека. И сначала мы поговорим про свойства денег. Вообще, что такое деньги и какими свойствами они должны обладать для того, чтобы считаться деньгами. Первое свойство – это однородность. То есть у нас каждый итем, каждый доллар, каждый цент, каждая золотая монета будет быть... Потом важным свойством денег является сохраняемость. То есть деньги должны легко храниться, они не должны легко уничтожаться. Портабилити, то есть транспортируемость. Мы должны легко транспортировать деньги из точки А в точку Б, для того, чтобы мы могли расплатиться любой точке планеты ими. А это важным свойством является распознаваемость. То есть мы должны понимать, что являются деньги, что нет. Мы должны уметь быстро отличать подделку, не прикладывая каких-то больших усилий для этого. И деньги должны быть ограничены. То есть если у нас есть возможность создать бесконечное количество денег, деньги будут терять свои свойства и переставать быть деньгами. Именно поэтому фиатные деньги не совсем деньги. Но это отдельная история. Важно понимать, что современные деньги – это леджер. То есть это учетная книга, которая хранит всю историю транзакций, всю историю балансов и соответствия юзеров к балансам. Также важно понимать, что… Да, это леджер, это не такой леджер. Это вот-вот так. Нету картинки? Ну ладно, короче говоря. Важно понимать, что FRS – это леджер. Важно понимать, что Visa – это леджер. Важно понимать, что MasterCard – это леджер. Биткоин тоже является леджером, тоже является учетной книгой. Альткоины – это тоже учетные книги. Шиткоин тоже – это учетная книга. Другой шиткоин – это тоже учетная книга. Еще один шиткоин – это учетная книга. So many shitcoins, guys. Вот. Смотрите. И поэтому, так как у нас… Так как у нас все современные деньги являются учетными книгами, тут появляются три новых свойства денег. Это прозрачность. То есть для того, чтобы учетная книга являлась реальной деньгами, она должна быть прозрачной. Она должна быть неизменной. То есть внесенные изменения в эту учетную книгу при соблюдении некого набора правил, они не должны быть изменяемыми. То есть они должны быть обязательно окончательными. То есть если транзакция, например, в биткоине, если у нас транзакция прошла, прошло шесть блоков, тогда эта транзакция является совершенно точно неотменяемой, ну точнее не совершенно точно, а с какой-то очень большой долей вероятности неотменяемой. И третье важное свойство – это censorship resistant. То есть у нас не должно быть цензора, который бы разрешал или запрещал… Извини, пожалуйста, Андрей. Мальчики и девочки, кто вот сзади за замком стоит, вот вас очень-очень громко слышно. У меня просьба либо зайти сюда, либо выйти в тот зал, либо выйти на улицу, либо говорить на 10 тонов тише. Спасибо большое. Извини, Андрей. Окей. So, смотрите, у нас есть важное свойство – это то, что леджер должен быть нецензурируем, то есть не должно быть субъектов, которые бы цензурировали передвижение денег в этом леджере, в этой учетной книге, потому что если у нас появляется цензура в учетной книге, которая претендует быть деньгами, тогда это перестает быть общественным благом, это перестает быть общественным институтом, это становится частной собственностью непосредственно владельца этого леджера. То есть это перестает быть деньгами настоящими. По идее, блокчейн должен помочь нам решить проблему цензурирования. То есть если мы идем в текущем виде в банк, мы пытаемся провести какую-то транзакцию от пользователя пользователю B, в этом случае, скорее всего, у нас просят какие-то документы, какие-то разрешения, KYC, IML, мы должны будем пройти для того, чтобы хотя бы зарегистрировать аккаунт в банке. В этом случае, если мы говорим про открытые блокчейны, то всего этого не требуется. В принципе, никто не может цензурировать по идее, никто не может цензурировать транзакции в них. Но проблема состоит в том, что самый настоящий censorship resistance, на самом деле, это недостижимый идеал. То есть у нас это рай. Не бывает идеального леджера, который был бы полностью не подвергнут цензуре. Во-первых, потому что у нас есть лимитируемый ресурс, то есть блокчейн, у него очень маленькая пропускная способность. Мы не можем в тупую масштабировать блокчейн, просто увеличивая размер блока, потому что это закончится централизацией, как следствие снова потерей устойчивости к цензуре. И у нас есть бесконечные данные, которые хотят попасть в этот блокчейн. То есть если мы посмотрим, например, сейчас на один из самых используемых блокчейнов, то бишь на биткоин, у него очень дорогие транзакции, потому что большое количество людей хотят писать в этот блокчейн, хотят совершать транзакции. Если мы посмотрим на тот же блокчейн эфириума, то такое приложение, как криптокотики, радикально повысили цену на транзакции, вообще, в принципе, на юзабельность данного блокчейна, просто потому, что огромное количество людей почему-то захотели одновременно его использовать. Поэтому у нас есть такая дилемма, которую необходимо каким-то образом решить и как-то терминологически определиться, что тогда в этих условиях является отсутствием цензуры. Вот я предлагаю такой вариант. Это когда мы берем, и вот у нас есть, например, разные транзакшн фи пер килобайт, и мы говорим, что вот если мы отсекаем дешевые транзакции, тогда это отсутствие цензуры. Если мы совершенно случайным образом, не глядя на цену за транзакцию, отсыпаем просто, отделяем просто рандомные транзакции, тогда цензура. Вот, собственно говоря, вы сейчас можете себя почувствовать, как наши родители в Советском Союзе, постоять в очередях, подождать огромное количество конфирмаций в блокчейне биткоина, и понадеяться, что вас как бы не зацензурирует, ваша цена за транзакцию достаточная для того, чтобы попасть в блок. Это тайтл и первый абзац white paper биткоина. Сатоши Накамото пишет A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Он предполагает, что биткоин будет одноранговой сетью. В реальности, вот сейчас прошло 9 лет, и мы понимаем, что биткоин не является одноранговой сетью. В реальности, в биткоине у нас есть несколько субъектов. У нас есть майнеры, у нас есть майнинг-пулы, у нас есть даже производители майнингового оборудования, которые являются субъектами вне блокчейна, но тем не менее, они очень сильно влияют на экономику биткоина. Поэтому, де-факто, это не одноранговая сеть, потому что тут есть разные типы субъектов. Сатоши Накамото предполагал, что на каждом компьютере будет размещена программа, которая будет майнить, считать хэши, и поэтому это будет одноранговая сеть. В реальности оказалось все немного сложнее, и именно поэтому у нас есть некоторые проблемы с proof-of-work, как censorship-resistance системой. Как минимум, потому что у нас, если мы говорим про биткоин, у нас есть три крупных производителя ASIC-оборудования, скоро должен появиться четвертый, которого Адам Бек рекламировал. Но тем не менее, то есть у нас очень ограниченный набор субъектов, которые производят чипы для майнинга биткоина. Точно так же у нас очень ограниченный набор субъектов, которые производят ГПУ-чипы, которые подходили для майнинга эфириума и любых других криптовалют, которые считаются на ГПУ. Это большой риск, потому что эти субъекты могут сговориться и продавать чипы только доверенным субъектам, и в конце концов навязать сети цензуру. Второй большой риск. Вот смотрите, у нас сейчас есть биткоин, ША-256 с алгоритмом хеширования, и Бекэш с ША-256 с алгоритмом хеширования. Одни и те же ASIC-и работают как с одной криптовалютой, так и с другой криптовалютой. Представим себе ситуацию такую. Ну вот такая небольшая конспирологическая теория. В реальности, если вы проектируете алгоритм консенсуса, вы должны быть стопроцентным конспирологом, вы должны верить во всю эту чушь, вы должны думать, что все со всеми обязательно сговорятся, потому что вы тогда не спроектируете хороший консенсус. Так вот, конспирологическая теория. Представим себе ситуацию, когда возникает такая криптовалюта, в которой валидным блоком будет являться блок, найденный не для нее, а для сети биткоина. То есть такой будет некий паразит, который будет цепляться к сети биткоин, и в зависимости от того, является ли блок для биткоина валидным, он будет валидным и для этой криптовалюты. И где-то в другом месте этой же криптовалюты будут записываться транзакции. Может быть, в качестве хеша на ссылку на блок получается таким образом. Короче говоря, ситуация может быть, может состоять так, что сторонняя криптовалюта может награждать майнеров за создание пустых блоков в биткоине. То есть непосредственно такая конкурентная борьба с таким сайд-эффектом под названием цензура. То есть у нас в итоге, если эта криптовалюта будет достаточно мощная, если она будет достаточно сильно стимулировать майнеров переходить от майнинга биткоина к майнингу биткоину плюс этой криптовалюты, тогда мы очень быстро получим атаку в 51% и у нас просто остановится сеть биткоина, потому что она будет забита пустыми блоками. Собственно говоря, такую историю могут еще датировать сверху государства для того, чтобы получить цензуру в сети биткоина или для того, чтобы ее остановить. Так вот, теперь мы поговорили про то, какие проблемы с цензурой могут возникнуть в ПОВ. На самом деле есть еще одна проблема, о которой я забыл запихнуть слайд. Она состоит в том, что у нас есть время по пропагации блока. То есть у нас блок полные ноды видят не сразу, они видят его через время. Именно поэтому у нас есть возможность, если мы определенным хитрым образом, если мы понимаем топологию сети биткоин, понимаем, кто к кому при коннекшен, мы можем создать ситуацию, в которой наши сговорившиеся ноды будут находиться в самых разных краях сети, они будут уметь быстрее проталкивать блоки. И таким образом мы получим преимущество, и нам не надо будет 51% для того, чтобы атаковать биткоин по модели, атакой 51%. Вот, собственно, теперь проговорим про Proof of Stake. Ситуация состоит в том, что в Proof of Stake мало кто вообще говорит о censorship resistance. Это очень тема, которую любят биткоин-максималисты, но те, кто проектирует алгоритмы консенсуса для Proof of Stake, они стараются поставить в приоритет своего консенсуса censorship resistance туда, куда-нибудь пониже, потому что, вероятнее всего, потому что они считают, что это очень трудно вообще достичь. Каким образом мы можем самым простым образом достичь censorship resistance в Proof of Stake протоколах? Ну, предположим, у нас есть бесконечное количество стейкхолдеров, которые плюс-минус честно получили монеты свои. Их настолько много, что им очень трудно сговориться. И они один за одним будут подписывать блок. Вот такой простой алгоритм консенсуса. Он будет устойчив к цензуре, но он будет останавливаться, как только одна из нот будет выпадать из сети. Поэтому у нас есть на самом деле две вещи, которые при проектировке Proof of Stake протокола мы должны учитывать. У нас может получиться или асинхронный и, возможно, цензурируемый протокол, или синхронный нецензурируемый протокол. Окей, мне тут подсказывают, что у меня пять минут осталось. Так вот, я попытаюсь быстрее это делать. Смотрите, на самом деле между этими двумя вещами будет зависимость нелинейная, потому что это все очень сильно будет зависеть от архитектуры непосредственно этого постпротокола. То есть так не будет. Будет или вот так, или вот так. Как достичь, как максимизировать асинхронность при цензуре, или как максимизировать асинхронность при асинхронном протоколе, вот я сейчас примерно опишу на четырех пунктах. Первый пункт – это нужно, необходимо создать по-настоящему честный алгоритм рандома, который бы выбирал ноду, которая бы подписывала блок в таком протоколе. Нечто подобное реализовано в алгоритме консенсуса Auroboros, который используется в такой криптовалюте, как Cardano. Поэтому я отправляю вас прочитать про этот алгоритм консенсуса. Очень интересно будет. Just believe me. Правда, очень интересная бумага, поэтому прочитайте про Auroboros. Теперь у нас есть такая вещь, как рандомный выбор с ораклов, которые бы сообщали сети о том, что стейкхолдер не создал в нужное время необходимый блок. Таким образом, если мы будем выбирать этих людей рандомно, этих стейкхолдеров, то тогда им очень будет служено, им нужно будет огромное количество стейка для того, чтобы создать такую группу пользователей, которые с очень большой долей вероятности попадут все вместе и тогда не смогут захватить сеть. Следующий момент – это решение проблемы nothing on stake. Nothing on stake attack. То есть тогда, когда у нас у стейкхолдеров нет никакого стимула оставлять всего лишь одну цепочку. У них есть стимул, если уж появилась какая-то вторая цепочка, все равно ее продолжать вести, даже если она будет стоить очень мало денег, все равно зарабатывать там деньги и каким-то образом что-то с ней делать. На самом деле, это очень похоже на текущую ситуацию с форками биткоина, когда, в принципе, никому нафиг не нужен биткоин-голд, но никто не хочет его, ну, то есть, но все равно в нем появляются полные ноды, люди все равно ведут свой стейк на биржу и продают. Так вот, эту проблему можем решить с помощью пенальти, с помощью того, что мы будем штрафовать ноды за то, что они делают две сети. И как самая сложная вещь, это как решить проблему монополизации и олигополизации стейка. То есть, если у нас proof-of-стейк монета достаточно долго существует, и она не существует не в вакуумном пространстве, то тогда у нас получается у нас тогда стейк скапливается у ограниченного круга субъектов, которые в конечном итоге могут сговориться. Как решить эту проблему? Необходимо сделать каким-то образом ротацию тех, кто будет подписывать блок. Как можно сделать эту ротацию? Например, если у нас есть какие-то другие действия внутри этой сети, есть какие-то смарт-контракты или какие-то вычисления, мы можем начислять репутацию для тем, кто правильно себя ведет. И таким образом реализовать социальный релифт. Таким образом мы подходим к этой проблеме в нашем проекте Pandora. У нас есть два уровня консенсуса верхний proof-of-reputation и нижний уровень консенсуса это непосредственно proof-of-cognitive work, когда происходит подсчет нейронных сетей. Таким образом у нас появляется группа людей, у которых появляется социальный релифт, они попадают в список репутабельных стейкхолдеров и смогут подписывать блоки в основной сети. Собственно говоря, каким образом вместо вывода, каким образом вообще оценивать censorship-resistant того или иного протокола. Это получается, нам нужно посчитать, сколько нам нужно нот, сколько нам нужно стейка или сколько нам нужно майнинг мощности для того, чтобы в конечном итоге захватить сеть и цензурировать блоки в ней. Нам нужно посчитать, сколько это будет стоить в долларах или в токенах или в биткоинах или в эфирах в любой другой монете. И нам нужно посчитать время атаки, потому что может быть у нас дешевая атака, но которая будет реализовываться 7 лет, например. Поэтому это тоже очень важный фактор. В принципе, время – это деньги, деньги – это время, но для самых разных целей время может стоить по-разному. И, собственно говоря, очень важный момент – обязательно нужно обращаться к теории игр и обязательно в нашем алгоритме консенсуса должен быть наш эквилибриум там, где пользователям невыгодно разговариваться, а вообще высший пилотаж, когда у нас стронг, то есть сильный наш эквилибриум получается там, где пользователи будут играть сами за себя. Собственно говоря, спасибо большое за внимание. Если будут вопросы какие-то, вот, кстати говоря, я завел себе недавно англоязычный твиттер, поэтому подписывайтесь, подписывайтесь на твиттер моего проекта. Спасибо большое за внимание. Спасибо тебе, Андрей. Будет ли время на вопросы? Ну, вопрос, к сожалению, нет. Можно задать в зале, если что, но ты еще будешь у нас в панели, поэтому я думаю, что все. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Давайте похлопаем Андрею. Я бы хотел пригласить следующего спикера. Я его анонсирую сначала на русском, потом на английском. Он будет говорить на английском, поэтому просьба наушники. Его зовут Дэвид Нотт. О нем уже упоминал один из наших спикеров сегодня, Павел. Дэвид является архитектором проекта Плазма. О чем он будет говорить? Он сам расскажет, поэтому я его анонсирую на английском. Следующий спикер Дэвид Нотт. Он архитектор Плазма, и он будет говорить о Плазма на инфраструктуру и я уверен, что он будет он будет он будет объяснен. Он сам. So, yeah, can we have a round of applause, please? What's it? Is this for some slides? Yeah. All right. Welcome, David. Awesome. Hi. Boom. So, I'm David, and I'm currently working on taking the fairly broad Plasma white paper and boiling it down into more technical specifications that we can go on to implement. And so, today I'm going to go over kind of three things. First, I'm going to cover the principles, some primary kind of structures that we'll be using to implement Plasma. Структура, которая использует для реализации Plasma, затем я поговорю о геймплане по реализации Plasma и затем более широкий сделаю децентрализованного exchange, обмена, как это будет выглядеть в будущем. Начиная с принципов, Plasma это блочное решение, которое основано на том, что есть у нас широкое состояние UTXO, и затем это все сжимается в очень маленький объем информации. То есть, большое состояние, большой стейд, сжимающийся в малообъем. И что здесь хорошо, что мы можем верифицировать это мало состояние через фрод-пруфы. По сути, у нас есть это мало состояние, люди облагаются на него. И затем, если они лгут, если они не правдивы, то мы можем выявить эту ложь. Есть фрод-пруф, то есть, подтверждение мошенничества и так далее. Есть три семьи фрод-пруфов, которые мы используем для реализации плазмы. Первое это подтверждение вовлечения инклюзии, эксклюзии, исключения и перехода состояния. Первое включение инклюзии. Сейчас мы используем Merkle 30 для подтверждения участия и членства начинаем с UTXO, добавляем хэш к ним, хэшируем их и получаем IUTXO. И на основании этого кто-то может уже подтвердить, что какой-то блок UTXO он существовал раньше. То есть, на практике вот это будет выглядеть вот так. Если мы хотим подтвердить нижний UTXO, мы подаем UTXO в родительскую цепочку и все хэши поставляем туда. По сути, мы если хэши совпадают, то коренная цепочка опять же показывает, что это подлинный блок и он включается. Исключение. Здесь повеселее будет опять же Merkle 3 используем, но уже используем упорядоченное. Как видите, внизу у нас 1, 2, 3, 5. И мы хотим подтвердить, что четверка сюда не входит в этот Merkle 3. Поэтому мы тройку подтверждаем и пятерку подтверждаем, что они включены в это дерево. И так как они рядом располагаются друг с другом, мы соответственно подтверждаем таким образом, что четверки там не существует в этом состоянии. И затем наконец State Transition, то есть переход в состояние это наиболее может быть дорогостоящая семья, подтверждение соответствия. Здесь больше фич у него но применим простой пример. Внизу у нас перечень 1, 2, 3, 4 и сверху опять же сумма 1 до 6 если сумма правильно 6 плюс 4 должно быть 10 мы видим что здесь 12 тогда что происходит мы должны подтвердить что суммирование сложения прошло неправильно тогда мы меркализуем подать нижний список и суммы и так как здесь терминистический подход используется и мы по сути таким образом подтверждаем что 6 было правильно и что 4 должна быть следующая цифра которая добавляется в сумму то есть доказывает что там 10 должна быть сумма если 12 то значит у нас неправильно геймплан белый документ white paper плазма огромный документ поэтому мы чуть-чуть по кусочку откусывали от него по мере реализации вот так вот это выглядит в 1 у нас депозиция через родительскую цепочку в эфириуме и затем уже у нас цепочки дети и это у нас и будет платежная цепочка и соответственно мы такой простой путь из увлечения которые используют единые UTXO так как мы работаем с единичными UTXO они у нас формируются в блоке B2 это по сути опять же платежная цепочка но включает в себя многочисленные UTXO то есть они тогда уже передают вот эти многосоставные UTXO это как работает по принципу как биткоин если пользователь хочет допустим они могут извлечь вот эти многосоставные UTXO поэтому когда мы поднимаем свои деньги с детской цепочки на родительскую цепочку более эффективно и затем V3 здесь 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 у нас уже банная цепочка децентрализованная обмен в плазме мы будем сделать единое как бы с распределением по парам мы смотрим депозиты фордицкой цепочки затем они переносятся на детскую цепочку и у нас получаются разные стадии на этой детской цепочке уже дочерней цепочке где исполняются затем поручения и обновляется состояние что здесь интересного и почему вот этот переход как бы более широкий чем первые два потому что на каждом этапе торговли собираем поручения или исполняем поручения мы должны подтвердить что все правильно поэтому мы постоянно храним и объединяем результаты исполнения этих поручений поэтому здесь больше этапов здесь больше фродпруфов идет после обновления статуса как в большинстве блокчейнов мы возвращаемся в начало и все продолжается по тому же алгоритму или можно какую-то ценность вывести оттуда децентрализованный обмен это скажем так уже такой взгляд в будущее вот так вот для единой цепочки будет выглядеть поток слева у нас торговая цепочка в дочерню барную цепочку и затем мы подтверждаем поручение у нас создается ордер бук это книга заказов поручений которая объединяет их вместе с существующими торговыми транзакциями и все это в единое дерево сводится и наконец мы через эту книгу наполняем те поручения которые должны полностью заполнены быть что все как бы идет нормально потом что-то случается некорректное заполнение поручения как нужно это подтвердить что произошла ошибка все время когда мы исполняли трейды мы создавали коренную сумму там была сумма опять же это все возвращается к суммам транзакций состояние и частичное заполнение было правильно мы видим и значит исполнение было правильным а затем мы подтверждаем что две транзакции которые сравниваются они привели к некорректному частичному заполнению там цены были несопоставимы и так далее и затем получаем фрод пруф то есть подтверждение ошибки того что исполнение было некорректным и где именно эта ошибка произошла поэтому мы можем это учесть и сделать что-то с этим результатом мультичейн флоу где множество цепочек здесь по сути уже это масштабирование когда у нас есть одна дочерняя цепочка сначала но затем ее можно разбить на ряд бесконечный ряд дочерних цепочек и каждая цепочка будет полагаться на родительскую цепочку таким образом достигается масштабируемость и мы используем наши множественные дочерние цепочки для децентрализованного обмена порядок транзакций опять же транзакции направляются в дочерню цепочку которая выступает как родительская затем каждая дочерняя цепочка содержит ордер бук книгу поручений заказов по сути мы все вот эти книги сводим в одну крупную книгу и затем разбиваем на партии все эти поручения заказы и результаты исполнения книги и затем передаются вниз на дочерние цепочки и исполняются но нужно здесь быть осторожным и аккуратно исполнять все этапы потому что эти дочерние цепочки общаются друг с другом там множество возможностей для ошибки соответственно нужны фродпруфы подтверждения ошибок и на случай если что-то пойдет не так опять же смотрите что все может пойти не так нам естественно такая ситуация не нужна нам важно чтобы все в плазме о децентрализованном обмену все работало вот Дэвид можете найти меня в твиттере или по имейлу мы сейчас ищем как раз разработчиков поэтому если хотите поговорить о плазме или вас заинтересовала эта тема мы будем рады пообщаться с вами отлично спасибо может минутка есть на вопросы у меня отлично супер если есть вопросы к Дэвиду можно либо сейчас задать либо он будет участником нашей панельной дискуссии последний наш выступающий перед панельной дискуссией это Валерий Литвин который говорит по-русски поэтому англоговорящие гости пожалуйста надевайте наушники он сетё киберфонд вот говорит нам он сайберсёч блокчейн браузер сейчас тоже маленькая техническая неполадка и Валера в принципе готова давайте поаплодируем я думаю чем больше аплодисментов чем Валере будет приятнее выйти на сцену дай колу пожалуйста с колой кола я думаю что здесь там виски или коньяк есть выходи на сцену давай с виски с коньяком будешь здесь пить сделать вид что это кола давай Валер жги всем привет меня зовут Валерий Литвин я главный технический директор гиперфонда и сегодня я вам расскажу чем занимается гиперфонд с точки зрения разработки блокчейн проектов и экосистемных блокчейн проектов несколько проблем которые уже и существуют блокчейн индустрии которые достаточно хорошо классифицируются Виталик Бутерин в одном из своих выступлений описал скоу проблем относящихся непосредственно к блокчейн разработке фундаментальных проблем это экономическая финальность параллелизм скорость операции в той или иной блокчейн системе децентрализация и стоимость децентрализации а также приватность гиперфонд как компания и люди которые работают с блокчейн системой с самого момента их появления со всеми инструментами мы для себя выделили скоуп задач проблем тире задач относящиеся непосредственно к экосистеме и первый из них это поиск поиск по блокчейн системам смарт контрактам это аналитика по блокчейн системам и криптовалютным рынкам централизованным и децентрализованным это учет а также взаимодействие и что мы делаем в команде CyberSearch которая является отдельной полностью командой гиперфонда которая занимается развитием блокчейн инфраструктуры а также решением задачи поиска об этом будет подробнее подробнее об этих четырех проблемах которые мы ставим что я вкладываю в поиск поиск по блокчейн системам смарт контрактам индексация блокчейн систем аналитика по блокчейн системам криптовалютным рынкам централизованным и децентрализованным учет учет это работа с портфелями работа с токенами измерение перфоманса автоматически аудируемые портфели инструменты для фондов а также это взаимодействие взаимодействие с блокчейн системами потому что если вы работаете хотя бы с парочкой блокчейн систем и синхронизируете ноды на ваш компьютер то если у вас таких систем больше пятидесяти это становится для вас уже достаточно большой проблемой и мы выделили несколько направлений как мы решаем данные задачи мы выделили в ядро отдельное ядро это работа с поисковыми инструментами это работа с индексацией блокчейн систем мы делаем в данный момент мультиблокчейн эксплорер который уже работает с четырьмя блокчейн системами индексирует блоки транзакции адреса балансы адресов а также mempool то есть вам уже не нужно лезть на несколько разных блокчейн эксплореров вы сможете просто зайти на единый один ресурс и найти чтобы вы что бы вы не захотели в рамках этих блокчейн систем и это то что уже есть в данный момент мы зарелизили буквально несколько дней назад этот функционал и сейчас работаем над документацией чтобы абсолютно любой разработчик мог подключать индексацию любой блокчейн системы как простой плагин весь функционал по процессингу блоков транзакции уже реализована реализована реорганизация цепочек которая происходит в тот или иной момент времени достаточно часто в эфире а также все это уже понятным образом разворачивается в докере в кубернете на вашей локальной машине либо в облаке что мы ставим для себя в приоритетах как я уже упомянул это блокчейн системы семейства биткоин и этериум в том числе и все тестнеты это графин бейс цепочки такие как голос стим и битшерс следом за этим мы ставим самым высоким приоритетом работу с индексацией смарт-контрактов в частности с наиболее популярными стандартами ERC20 23223 721 также это токены графини и токены выпускаемые на блокчейне биткоина которые могут найти второе рождение при определенном течении обстоятельств уже внутри консенсуса самой биткоин экосистемы и в следующем приоритете для нас стоит система в принципе если на них все посмотреть то понятным фактором для их выделения является то что во всех этих системах можно выпускать токены также у нас за этот год произошло очень большое количество анонсов и инновационных исследований такие интересные разработки как Definity EOS появление решений для работы с Oracle а также если бы не нюансы с проектами Eternity и Tezos также эти цепочки крайне технологически интересны и мы также присматриваемся к индексации этих блокчейн систем следующее что мы выделили в ядро это работа с криптовалютными рынками где мы реализовали работу с пятью биржами централизованными а также с одной децентрализованной биржей в частности из Air Delta зачем это нужно потому что довольно большое количество людей пользуются с таким сайтом как CoinMarketCap я думаю он вам всем очень знаком но так же как этот ресурс стал сформировал индустрию отчасти такой как она есть и за это им большое спасибо точно так же он сейчас ее постепенно вводит заблуждение с каждым разом все больше и больше задача сделать открытый опенсорсный инструмент который позволил бы агрегировать данные с любой криптовалютной биржи централизованной либо децентрализованной получать трейды каждый атомарный трейд с этой биржи после этого считать тикеры предоставлять доступ к этой информации через API будь то REST API либо стример API и в том числе в режиме реального времени собирать ордер букс с абсолютно каждой биржей и строить комбинированную ордер бук то чего пока вообще ни у кого нету и это очень классный функционал который мы планируем к реализации также мы сделали уже релиз всю эту историю мы написали с нуля и маркеты и search и этим этим уже можно пользоваться этим уже можно пользоваться это уже можно исследовать тестировать документация появляется по мере того как мы сами это все тестируем и разворачиваем но мы уже наступили на достаточно большое количество косяков на которые уже другие не будут наступать и что мы видим в приоритете для себя сейчас это разработка ораклов оракла на смарт-контрактов этериум которые бы могли получать данные с нашей инфраструктуры о тикерах и поставлять эти данные в такие к примеру проекты как меланпорт индексация топовых блокчейн-систем и топовых криптовалютных бирж и естественно это интеграция парсинга данных с дексов на этериуме и графин бейст децентрализованных бирж таки крипитшерс и в будущем голосе что мы используем какие инструменты здесь вы можете видеть наш технологический стэк мы выбрали JVM Java Virtual Machine по причине производительности наличия большого количества интерпрайс инструментов в обширного комьюнити и необходимых нам инструментов которые разрабатывались топовыми людьми в индустрии оптимизировались и позволяют работать с большими объемами данных и имеют достаточно сильную поддержку мы наверное одни из немногих кто пишет бэкэнд на сервер сайт на Котлине и мы на самом деле очень рады использовать Котлин потому что это действительно дало нам буст в производительности эффективности разработки для инфраструктуры мы используем декеризацию абсолютно каждый сервис у нас упакован в контейнер разворачивается с помощью кубернейтс будь то в облаке либо на локальной машине и вся эта концепция весь этот весь набор инструментов получил такое название как гипернода то есть гипернода это ваш бэкэнд это ваш инфраструктура и набор модулей на основе которых вы можете разрабатывать собственные приложения используя информацию с блокчейн систем будь то блоки транзакций информацию с криптовалютных рынков реализовать абсолютно любое приложение поверх всей этой экосистемы где данные собраны в одной точке и имея интерфейсы для взаимодействия и на чтение и на процессинг всех этих данных в данный момент выглядит это у нас как 22 докер контейнера на докер хабе и мы сделали первый прототип то есть когда мы говорим о браузере то здесь я не имею ввиду браузер такой как сафари опера фаерфокс а я вкладываю в это как единый инструмент для взаимодействия с блокчейнской системой блокчейн проектами на абсолютно всех уровнях поиск аналитика учета и взаимодействия мультиблокчейн эксплорер аналитика блокчейн системам и рынкам реалтайм капитализация ваши криптовалютные портфели аудируемые автоматически с перформансом и взаимодействие в создании подписываний и бродкастинг транзакций это все фактически является единой экосистемной точкой входа для взаимодействия с блокчейн системами и мы сейчас имплементируем начали разработку именно самого браузера приложения поверх гиперноды по этому адресу можно посмотреть также поскольку мы полная патология open source разработки и предпочитаем модульность и хотим чтобы наши инструменты которые мы создаем мог использовать абсолютно каждый для создания абсолютно любых аппликейшенов то мы вынесли функционал по работе с API и сервисов по поиску и сервисов для работы с рынками в отдельные пакеты которые интегрировали свой браузер но эти пакеты можно использовать абсолютно любому разработчику в своем клиентском приложении также мы сделали такую интересную разработку несколько лет назад в принципе гиперфонд это было одним из первых продуктов экспертизы гиперфонда это чейнгир это метаинформация о всех блокчейн системах токенах криптопроектах собранная по единой методологии в рамках единой структуры и имеющий абсолютно открытый доступ мы долго очень работали с этим это было базой для нашего скоринга скоринг мы делаем по статической и динамической информации это была база для статического скоринга и сейчас мы пришли к тому что мы хотим трансформировать чейнгир перенести его на смарт-контракты этериума но сама концепция эволюционировала и мы хотим разработать набор смарт-контрактов уже начали разработку которая позволила бы создавать реестр реестров абсолютно любых видов динамически конфигурируемых в которых в которых можно было учитывать абсолютно все потому что если задуматься все что нас окружает это записи и реестры и мы хотим чтобы все эти реестры были в эфире и все это в рамках открытого кода под лицензией MIT каждый наш репозиторий который вы можете зайти на наш гитхаб увидите и вот эти репозитории являются сейчас наиболее активными в нашей организации на гитхабе и там собственно происходит вся разработка всех всего набора этих инструментов также хотелось бы отдельно сказать о команде которая это все делает нас пока очень немного но я считаю что ядро команды которая сейчас уже сделала первый релиз ядра и поискового движка и релиза для рынков и начала работать на браузер и все эти парни являются очень большими молодцами и на самом деле я хотел бы чтобы мы все поаплодировали этой команде то вы действительно проделали отличную работу у нас отличная панельная дискуссия была спасибо 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 большое спикеры у нас замечательные они сегодня с нами целый день и я надеюсь что все вопросы которые вы не успели задать все темы которые вы хотите обсудить у вас будет возможность они доступны они открыты они готовы общаться они знают что они здесь для того чтобы вы могли задать им свои вопросы и я искренне надеюсь что у вас появились какие-то новые вопросы благодаря тому что вы сегодня услышали узнали и не до конца возможно поняли пожалуйста общайтесь пожалуйста вступайте в коммуникацию это все для вас собственно говоря и да мы будем с вами еще играть сегодня я надеюсь что вам эта игра блокчейн поле поможет чуть-чуть лучше разобраться в блокчейн экономике и понять вообще принципы по которым она действует особенно те из вас кто до сих пор считает что биткоин это в общем что-то во что просто надо вкладывать средства ну потому что он вроде бы растет да там гораздо больше и интереснее все на самом деле и вот эта игра она создана как раз для того чтобы вы могли прожить и проиграть историю с блокчейн экономикой поэтому записывайтесь записывайтесь в команды и мы очень будем рады поиграть вместе с вами на самом деле спустя какое-то время после обеденного перерыва обеденный перерыв у нас в соседнем зале поэтому вы все приглашаетесь сейчас на обед и регистрация на игру она у нас на у входа спасибо спасибо огромное еще раз а еще синхронный перевод у нас заканчивается я вас попрошу вот эти штучки обратно отдать туда на регистрацию гарнитуры будьте добры спасибо спасибо Продолжение следует...